Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, коллеги. Во-первых, я хотел бы всех поприветствовать на мероприятии, на УЗД. Это, мы считаем, одно из таких значимых мероприятий, которые у нас организовываются по вопросам информационной безопасности, потому что оно имеет сугубо практическое и прикладное значение для решения задач, которые стоят перед и органами государственной власти, отвечающими за безопасность, да и перед разработчиками программного обеспечения и программно-аппаратных средств. Итак, перейду к своему выступлению. Первый тезис, который бы я хотел сказать, вообще и мероприятие, и мое выступление сегодня будет посвящено проблеме безопасности операционных систем. И, собственно говоря, хочу отметить, что, по нашему мнению, операционная система – это один из ключевых элементов в системе и, скажем так, одно из таких ключевых оснований для доверия к безопасности систем. Поэтому, безусловно, без решения проблемы безопасности операционных систем у нас с вами решить вопросы защиты в целом, обеспечения безопасности критической инфраструктуры не получится. Это не означает, что не надо заниматься или нет каких-то других элементов ключевых, они, безусловно, есть, но вот операционная система все-таки является одним из таких важнейших элементов. Мое выступление и, значит, наша дискуссия будет посвящено в первую очередь операционным системам и дистрибутивам операционных систем, разработанных на базе ядра Linux, на базе свободного программного обеспечения. Но я бы хотел сразу, чтобы не было инсинуаций, озвучить позицию нашей службы, что мы ни в коем случае не против разработки, продвижения пропоритарного ПО, пропоритарных операционных систем. И если такие задачи есть, такие продукты разрабатываются, мы всячески их тоже поддерживаем. Актуальность данной задачи – это безопасность операционных систем на базе ядра Linux, но она обуславлена тем, что количество сегодня и разработчиков дистрибутивов, и программно-аппаратных средств, в которых в основе лежит так или иначе ядро Linux в том или ином виде, оно довольно-таки значительное. И, конечно, заинтересованность в повышении уровня защищенности этого компонента, так скажем, программного обеспечения важнейшего, она существенная. Итак, я перейду непосредственно к тематике, которую я хотел бы осветить. Рутин Ишханович сказал о создании центра технологического по безопасности Linux ядра. Мы еще пока не создали, формально, конечно, мы пока в процессе, то есть мы пока прорабатываем этот вопрос. Мы сейчас вместе с вами и с Институтом системы программирования разрабатываем именно эти форумы, взаимодействия, как это технологически должно все выглядеть. Конечно, если брать формальную сторону вопроса, какую-то организационно-правовую, то такой единицы пока не существует, и решение о ее оформлении в виде такой какой-то юридической составляющей, но оно по результатам вот этой работы будет, безусловно, сделано. Итак, я возвращаюсь к решению задачи, которую мы поставили и перед собой, и перед сообществом. Вот на слайде сейчас представлена схема, как организованы процессы и безопасные разработки, и реализация требований по безопасности у разработчиков дистрибутивов операционных систем и ряда программно-аппаратных средств, в основе которых лежит ядро Linux. Она обобщенная, это не означает, что все вот именно так вот двигаются, но плюс-минус как бы все вещи, которые, все работы, которые проводятся, они плюс-минус здесь как бы обозначены. И я прошу не обижаться разработчиков дистрибутивов операционной системы, на которых мы здесь не указали, это для примера наиболее такие разработчики, наиболее активно занимающиеся вопросами сертификации в той или иной системе. То есть у разработчика дистрибутива внедрено ряд процедур, которые он как бы у себя организовывает, и дальше в соответствии с требованиями трех систем сертификации, которые вы знаете, на них останавливаться не буду, представляются результаты, артефакты, программный код, дальше это все проходит экспертизу и принимается решение о возможности выдачи сертификата или невозможности. Значит, какие при этом мы для себя отмечаем проблемные вопросы? Самым большим проблемным, ну одним из ключевых проблемных вопросов, он не единственный, это является исследование безопасности ядра. Ну здесь причины они, то есть организация, которая использует ядро, они безусловно очень хорошо адаптировались и организовали у себя работы в части, значит, собственных доработок и собственной, как бы, доли программного кода, там у всех она по-разному, там разработчиков, межсетевых экранов, маршрутизаторов, это там библиотеки, связанные с маршрутизацией и фильтрацией, у разработчиков там операционных систем, дистрибутивов операционных систем, это там изменения в части там политик безопасности, ну и так далее, там каждый, значит, разработчик программного обеспечения, он, значит, работает над, безусловно, над теми, над той частью кода, которую он, собственно говоря, сам пишет, сам, значит, разрабатывает, сам сопровождает и так далее. Но значительную основу этих программных средств, объемы там кода очень большие, составляют именно ядро, на базе которых это все функционирует. И здесь мы наблюдаем, ну, как бы, отмечаем недостаток, не то, чтобы это не делает никто, да, делают все по-разному, но мы отмечаем недостаток в ресурсном обеспечении исследований безопасности от непосредственно самого ядра. Причины называть не буду, они известны, это инструментарии, это нехватка специалистов, потому что компании у нас все-таки, с точки зрения, те, которые защищенные операционные системы или средства безопасности, они, ну, не могут сравниться по своим масштабам с такими гигантами, как какой-нибудь Microsoft или Red Hat тоже, если мы говорим. Поэтому есть, конечно, недостатки в специалистах, которые тестирование проводят. Есть проблемы технологические, связанные со средами тестирования, со средствами тестирования. Поэтому, безусловно, доля вот в испытаниях, значит, в испытаниях сертификационных или там исследованиях безопасности, которые проводят разработчики дистрибутивов операционных систем, доля там исследований ядра, она, ну, как бы незначительная, надо честно признать. И, конечно, эту ситуацию надо менять, потому что вся, как бы, основа, все уязвимости, а вы знаете, что в опенсорсе количество уязвимостей огромное просто, которые выявляются. Вот, поэтому, это по разным тоже там причинам, я на этом не буду останавливаться, вы это, наверное, все лучше меня знаете. Ну, следующая проблема, которая есть, это зависимость от наших разработчиков, от ядра, от устранения уязвимости в ядре. Мы вот на сегодняшний момент имеем много случаев, не хочу здесь никого, как бы, укорять, не в этом задача, когда, значит, разработчик дистрибутива при получении информации о том, что в ядре, допустим, или в каких-то там системных библиотеках или там средах исполнения есть уязвимость, то есть, когда в соответствующей ветке либо появится обновление, либо появится там новая версия и не имеет собственной квалификации. Я говорю, не все есть специалисты, которые разрабатывают исправление, но, честно говоря, их очень мало. В основном все разработчики вот этих программ на аппаратные средства, мы зависимы, собственно говоря, от той работы, которая проводится не у нас и не нами с точки зрения устранения там дефектов, недостатков и проблем. Значит, еще одна есть проблема в некоторых средствах, это использование ядер или использование там, ну, ядер, как правило, Linux, которые уже не поддержаны, которые либо брошены там, ну, не брошены, они, значит, в архив, или брошены, да, наверное. Значит, Linux Foundation не сопровождается, но наши разработчики как бы из версии в версии на протяжении многих лет, значит, эти ядра транслируют. И причина здесь тоже понятна, вот, почему? Потому что над операционкой есть прикладное программное обеспечение, есть периферия, есть поддерживаемые аппаратные платформы. Особенно этот вопрос очень актуальный, при вот сейчас активной работе проводится по сопряжению там аппаратных там процессоров. Здесь есть ряд проблемных вопросов. То есть вот эти вот неподдерживаемые операционки, они, значит, у нас из дистрибутива в дистрибутив как бы перетекают, и ничего с этим сделать как бы невозможно. Это надо перерабатывать дистрибутив, сил нет, как бы и так далее. Еще есть ряд проблем таких, но вот это наиболее, значит, значимо. Есть еще проблемы там и с испытательными лабораториями, которые в условиях, которые проводят, собственно говоря, оценку, которым надо в условиях ограниченности ресурсов, собственно говоря, и собственных, и временных, и людских, провести какие-то проверки, исследования, ну не какие-то определенные соответствующим образом исследования, для того, чтобы подтвердить, значит, безопасность. И это тоже определенная и проблема и с компетенциями, инструментариями там и так далее. Поэтому мы на основе там предложений, изучения там различных опытов и зарубежных наших коллег решили провести работу, которая бы позволила нам вот эти проблемы, но если не решить, да, если не решить окончательно, ну хотя бы какую-то часть, если не все, то хотя бы какую-то часть этих проблем, значит, помочь решить. Значит, мы сейчас, вот Рутин Ишханович сказал уже в рамках программы цифровой экономики, здесь я должен, как бы сказать слова поддержки и рабочей группе при ОНО «Цифровая экономика» и Центру компетенции по цифровой экономике, ну по информационной безопасности и Министерство цифрового развития, которые нас поддержали в этом вопросе, нашу заявку на проведение таких работ. И сейчас мы вот уже на протяжении там с, где-то с там марта месяца активно прорабатываем этот вопрос. Вопрос создания технологического центра по исследованию безопасности «Ядролинус». Хочу как бы сразу сказать, что наша задача – это безопасность. Мы вопросами импортозамещения, вот перед собой вопрос импортозамещения, вот впрямую, да, что вот мы сейчас все тут заместим, перед собой не ставим. Мы перед собой ставим две основные задачи, и обе они связаны с безопасностью. Как я сказал, первое – это повышение защищенности продуктов, ну, дистрибутивов, операционной системы, все, что на этом создано. И второе – это защищенности, я имею в виду, в первую очередь, от информационных, там, угроз и воздействий. Одним из, как бы, важнейших факторов – это, значит, является работа совместно с сообществом международным по решению данной задачи. Но, тем не менее, как бы мы должны иметь и собственные возможности, и компетенции для того, чтобы, значит, вопросы безопасности и поддержки этой безопасности решать собственными силами. Итак, значит, я коротко буквально скажу по, как мы видим, вот этот технологический центр, как бы концептуально пока, ну, а коллеги уже более детально раскроют те или иные, как бы, вопросы. Ну, мы предполагаем, что, ну, первый тезис – мы ни в коем случае не исключаем работу и взаимодействие всех разработчиков дистрибутивов и программно-аппаратных средств международным сообществом. То есть мы не собираемся, значит, какие-то предпринимать меры и вводить, по крайней мере, вот не видится это, может быть, это можно пообсуждать, но не видится такой задачи, чтобы все это централизовать, все это локализовать только через одну точку входа. Нет, как бы, как специалисты компании участвовали там в международных сообществах, так они, по нашему мнению, и должны участвовать, развиваться, то есть и, собственно говоря, приносить свой вклад в решение этой задачи. Но наши специалисты и также должны решать задачу и внутри, как бы, страны. Второе – мы не ставим себе задачу и не покушаемся на, как бы, коммерческую составляющую, на дистрибутивы. То есть, если, значит, компания разрабатывает собственные продукты на базе, как бы, общего, пожалуйста, это ее право, ее вводчина и функциональность, которая строится на базе вот этих вот ядра операционной системы, она всецело лежит в ведении соответствующего разработчика программно-аппаратных средств. Что мы, как бы, предполагаем? Мы предполагаем, что на выходе работы этого центра будут несколько результатов, которые могут быть использованы, значит, которые могут быть использованы компаниями, разработчиками программно-аппаратных средств и программного обеспечения в своей деятельности. И, значит, более того, мы полагаем, об этом тоже будут сегодня говорить, и непосредственное участие как компаний, так и специалистов в функционировании, собственно говоря, этого технологического центра с точки зрения вопросов безопасности. И чем больше будет таких специалистов и компаний вовлечено в этот процесс, тем, мне кажется, более эффективно это будет работать. Причем это должны быть разработчики, как мне кажется, не только операционных систем, дистрибутивов, но и разработчики маршрутизаторов межсетевых экранов, разработчики аппаратных компонентов, значит, разработчики прикладного программного обеспечения. То есть мы движемся к формированию некого сообщества и вокруг решения общей проблемы, а ядро операционной системы, точнее, ее безопасность – это общая проблема. Мы движемся к тому, чтобы сформировать вокруг этой проблемы, сконсолидировать усилия наших специалистов. У нас, я считаю, их достаточно, и школа для этого вся имеется, и технологии есть. Вот, дальше, на это, какие эффекты мы предполагаем для себя, я еще раз говорю, это не все, но, допустим, какие мы для себя результаты хотели бы, как видим, но это, еще раз говорю, это не все, но самые такие, ну, первые, скажем, самые такой, наверное, очевидные. Все вопросы, результаты исследований, значит, безопасности ядра Linux для тех разработчиков программно-аппаратных средств, которые будут его использовать у себя и взаимодействовать в этом с центром, значит, мы будем при сертификации, значит, при сертификации, скажем так, ну, слава скажу, зачет именно исследования вот этого технологического центра задействовать, что, по нашему мнению, должно немножко разгрузить, потому что методики, они усложняются, и мы с учетом усложнения, там, ошибок, угроз и так далее, методики испытаний, они и будут дальше усложняться, они упрощаться не могут, потому что технологии развиваются, поэтому мы благодаря вот работе над общей, как бы, таким компонентом совместным, мы видим, что результаты работы этого центра будут, значит, нами, нами использоваться при оценке безопасности дистрибутива, в состав которых эти компоненты входят. Вот это не означает, что компания не может использовать другие, там, версии, другие, там, пожалуйста, если компания, как бы, посчитает необходимым использовать, ну, либо более перспективное ядро, либо, наоборот, старое ядро, либо другой, там, какой-то компания, ну, просто она должна будет от А до Я пройти все процедуры исследования и испытаний по методике, то есть мы здесь, я считаю, создаем условия для компании-разработчиков, для того, чтобы более сосредоточиться на вот своей части, на своих изменениях, на своем коде, значит, и в результате, значит, сертификационных испытаний все усилия лабораторий и наше будет сосредоточено при наличии, как бы, результатов, которые нам даст технологический центр, мы будем основное внимание уделять именно тем изменениям той части программного обеспечения, которая, как бы, уникальна для того или иного разработчика, значит, дистрибутива, вот, операционной системы. Какие еще результаты мы увидим? Мы все-таки предполагаем, что работа эта должна быть совместная, то есть какие формы совместного взаимодействия, об этом сегодня частично будет сказано, но мы их дальше будем прорабатывать, вот, и, значит, в эту работу должны быть вовлечены как специалисты соответствующих разработчиков, дистрибутивов, так и, наверное, и студенты, и высшее учебное заведение, потому что там работа как над выявлением ошибок, над методиками, а сегодня об этом еще скажут, не буду останавливаться, так и на устранение этих недостатков там на патчах и так далее. Значит, здесь количество человек, вовлеченных, должно быть самое максимально широкое, должна быть открытая работа, вот, конечно, наверное, надо предусмотреть таким образом, что уровень полученных результатов, предоставления доступа к результатам должен быть разный у тех компаний, которые более вовлечены в этот процесс или специалистов, у них должна быть паритет в каком-то более широких результатах полученных по, значит, результатам деятельности, извините за тавтологию. Те, кто, значит, на каких-то там добровольных и, скажем так, минимальных, значит, минимально вовлечен, но он соответствующий, только там, как бы, соответствующей частью этих результатов пользуется. Значит, что, ну, на выходе, значит, мы ожидаем, что будут формироваться некие рекомендации по реализации процедуры или по внедрению процедур безопасной разработки, там, лучшие практики в программировании, на безопасном программировании на определенных языках. Мы ожидаем развития инструментария определенного и, в первую очередь, и инструментов, которые нашими компаниями, значит, разрабатываются и научными организациями. Ну и все-таки считаем, что консолидация, как бы, вокруг этой общей задачи позволит нам существенно, там, повысить решаемую задачу и ряд сопутствующих эффектов, таких, как возможность, как бы, самостоятельно, даже если, допустим, Linux, там, сообщество не воспринимает или не готово устранять какие-то ошибки, которые, значит, нашими специалистами туда привнесены, вот, мы будем иметь, я так полагаю, возможность самостоятельно устранять эти ошибки, там, ну, там, где это приемлемо, безусловно, и сопровождать эти части программного кода в дальнейшем до, значит, жизненного цикла либо стабильной, либо перспективной ветки ядра. Я не буду останавливаться на технологических вопросах, коллеги вот сейчас об этом более подробно скажут, как мы видим, там, стабильная ветка, там, перспективная, сколько этих веток, как они выбираются, это процесс сегодняшней дискуссии. Это такой, в целом, концептуальный взгляд, куда мы движемся, ну, а способы, методы и средства мы должны будем определить в ходе, значит, нашей совместной работы по решению вот этой глобальной задачи. Мы сейчас прорабатываем вопрос, если нас поддержат то же самое, организовать для некоторых системных, как бы, библиотек, которые всеми, ну, как бы, тоже используются всеми разработчиками, если у нас получится, пока этот вопрос такой в воздухе подвешен, потому что ядро это же не только, ну, ядро это основная часть, но есть еще ряд компонентов общих, которые также и разработчиками дистрибутивов, и разработчиками, значит, программно-аппаратных средств используются общие. И здесь тоже можно по такому же пути, если здесь результат мы получим, можно к нему еще его расширить неким набором системных библиотек и окружения. Коллеги, ну, я, в принципе, закончил. Сейчас вот Алексей Хорошилов выступит от лица науки в каком-то смысле и продолжит, мне кажется, вот заданный вектор с точки зрения уже, что мы планируем. Добрый день, уважаемые коллеги. Постараюсь очень тезисно представить принципы функционирования технологического центра, чтобы мы могли дальше хотя бы их обсудить. Но прежде чем все-таки приступить к технологическому центру, я хотел бы сказать несколько слов о ядре Linux как таковом. Про ядро Linux данной аудитории много говорить не нужно. Это один из самых успешных международных проектов, построенных на основе принципов свободного программного обеспечения. Но, тем не менее, масштабы происходящего в рамках этого проекта, в общем-то, впечатляют. То есть уже в течение, там, десяти с лишних лет выверенный механизм работает как часы. Раз в два-два с половиной месяца выпускается очередная версия ядра. Причем в эту версию вносят вклад более полутора тысяч разных разработчиков, совершенно разных компаний. И, в общем-то, количественные характеристики впечатляют. То есть семь изменений в каждый час – это мало в каком проекте еще можно увидеть. Помимо этого, в сообществе достаточно четко был отработан механизм выпуска версий, механизм поддержки версий. То есть есть перспективная версия ядра или, как ее называют, Mainline, Avstream, версия, которую выпускает Linux Torvalds раз в два с половиной месяца. И после того, как такая версия выпускается, Linux Torvalds переключается на подготовку следующей версии. При этом поддержка выпущенной версии, она продолжается. Ну, долгое время там была поддержка в течение одного года, но вот уже более пяти лет устоялись так называемые версии с долгосрочной поддержкой или Long Term Support LTS версии, которые, как вы видите, сейчас планируется поддерживать до шести лет. Если посмотреть на примере версии 5.10, которую мы рассматриваем в первую очередь, она была выпущена в конце 2020 года, в декабре, и поддерживается в течение 10 месяцев. Здесь на слайде приведен график выпуска обновлений к этой версии, которые, как вы видите, выпускаются в среднем два раза в неделю. То есть порядка шести, семи, восьми выпусков каждый месяц происходит. При этом вот синенькие цифры означают количество патчей, которые применяются в каждый такой релиз. Есть большие обновления, там по 700-500 патчей, есть маленькие по 100-20, там даже единиц отдельных исправлений. Тем не менее, такая систематическая работа ведется. Также, к сожалению, здесь плохо видно, в красном квадратиках обозначено количество исправлений уязвимостей, получивших CVE, которые происходят в рамках таких обновлений. Всего в рамках 5.10 было 126 CVE исправлено, и распределение по этим промежуточным релизам достаточно равномерное, можно сказать, от 70 до 20-30 исправлений CVE в месяц. Но надо понимать, что, конечно, исправление ошибок в ядре Linux зачастую также исправляет уязвимостей, которые не имеют своих CVE номеров, и, соответственно, рекомендации сообщества постоянно обновляться и брать самую свежую версию, оно имеет безусловный смысл для того, чтобы держать свой код с минимальным числом проблемных точек. Соответственно, если теперь в этом контексте начать разговор о деятельности технологического центра, то задачи, которые поставлены в рамках работы центра, заключаются в систематическом применении лучших практик, разработки безопасного ПО к ядру Linux и к обновлениям, которые выпускаются, подготовка соответствующих методических рекомендаций для разработчиков, чтобы они могли применять это в своих условиях, и, конечно же, введение ветки ядра, которая будет проходить требуемые исследования и сопровождаться соответствующими артефактами результатов применения ответствующих анализов. Также дополнительные задачи, связанные с правлением ошибок уязвимостей в ядре, которые будут выявляться как в международном сообществе, так и в рамках исследований центра, информирование о уязвимостях БДУ, банк данных угроз, ТЭК, и работа с отечественными разработчиками по подготовке исправлений к соответствующим уязвимостям. Переходя к принципам, я обозначу их достаточно в краткой форме, чтобы дальше мы могли их обсудить. Первый базовый принцип связан с тем, что анализировать ядро предлагается по частям, потому что надо понимать, что ядро Linux, оно хоть и пингвин, но это еще тот слон, это 22 миллиона строк кода, которые включают в себя совершенно различные компоненты от криптографии, сетевые протоколы, файловые системы, свой just-in-time компилятор. Это целая вселенная, в которой разбираться и разбираться. Поэтому идея, которая предлагается, достаточно стандартна для науки, выбрать некоторую базовую точку в виде базового набора методик и начать систематическую работу по тому, чтобы, начиная с этой базовой точки, эти методики развивать. Развивать методики придется как в ширину, то есть для того, чтобы покрывать все большее число компонентов в рамках ядра, начав с некоторой базовой части, и развивать их глубину, для того, чтобы в рамках каждого из подходов применять все более и более детальные и продвинутые методы. После того, как базовая точка будет сформирована, текущее состояние рекомендуемых методик должно постоянно применяться к ветке ядра, поддерживаемой центром, к которой мы вернемся чуть позже. Поскольку возникали вопросы о том, какие основные способы исследования задействованы в рамках деятельности центра, вкратце обозначу по каждому направлению базовые точки. То есть первый метод, который, безусловно, будет задействован, это статический анализ для того, чтобы выявлять потенциальные уязвимости в ядре без его запуска при помощи соответствующих инструментов. Понятно, что в первую очередь для этого будет задействован инструмент Swayze, который у нас разрабатывается и активно применяется в сообществе. Также более тяжеловесные инструменты, такие как Кревер, и те инструменты, которые в сообществе разрабатываются специализированно для ядра Linux и зачастую имеют свои преимущества, которые, безусловно, необходимо задействовать. Соответственно, результат применения исследований в этом направлении с точки зрения того, что сообщество может получить от деятельности центра, помимо того, что это будут выявлены ошибки, которые будут сообщены или исправлены, достаточно важной составляющей является разметка тех же заложенных срабатываний, которые сейчас так получается, что каждый делает в рамках своей компании и дублирует усилия, чтобы разбираться с такими вещами. Здесь явная точка, которая могла бы привести к некоторому сокращению затрат при получении того же самого результата за счет работы в сообществе совместно с технологическим центром. В рамках развития этого направления тоже достаточно много предстоит сделать. То есть начиная с того, чтобы статические инструменты эффективно работали, им нужно помогать, описывая специфику и семантики отдельных интерфейсов, чтобы они это учитывали в своей работе, возможно, дорабатывая специальные чекеры, специфичные для ядра. И, собственно, отдельным вопросом стоит подбор набора конфигураций ядра, которые позволят отхватить статическим анализом как можно больше кода, потому что, как мы понимаем, в зависимости от конфигурации ядра не всегда весь код задействован. И здесь для нас полезная обратная связь от сообщества. Это набор тех конфигураций, которые используются в первую очередь, чтобы в рамках исследований, проводимых в центре, мы ничего не пропустили. Второе направление, которое рассматривается, это файзинг-тестирование. Соответственно, здесь в качестве инструментария в первую очередь предполагается базироваться на инструменте SysCover, разработанном в первую очередь в рамках проектов Google. Это наиболее передовой и грамотно спроектированный инструментарий для файзинга ядра Linux и, в принципе, других операционных систем. Также важно задействовать различные возможности по санитайзерам для выявления сбоев в ходе работы кода ядра при файзинге. И также в рамках развития технологий планируется использовать не только системный файзинг с использованием SysCover, но и пытаться применять файзинг более компактный для отдельных кусков кода на модульном уровне. И здесь помогут наши другие технологии, такие как Crusher, SIDR, то есть среда с символенным выполнением. И, соответственно, в качестве дополнительных направлений, это, естественно, нацеливание не только на интерфейсы системных вызовов, что является основой для SysCover, но и другие интерфейсы, работа с сетевым стеком, с USB, с файловыми системами. Во многом эти направления в сообществе также ведутся, и соответствующие результаты должны быть задействованы. Следующим направлением, которое следует обозначить, безусловно, применение классического тестирования, как на системном уровне, так и на модульном. Инфраструктура, с одной стороны, для тестирования Linux-систем достаточно широко в сообществе используется. В первую очередь, более распространен фреймворк Lava, разработанный в Linaro, и также в Red Hat, SQI-тесты, все это необходимо также развернуть и начать наполнять набором тестов, которые будут покрывать наиболее существенные части с точки зрения наших разработчиков. То есть те части, которые с одной стороны реализуют функции безопасности, важные для наших разработчиков, с другой стороны, те части, которые составляют поверхность атаки, то есть подвержены взаимодействию с недоверенными данными и, соответственно, ошибки которых могут быть критичны с точки зрения взлома системы. Важной проблемой с точки зрения тестирования является не только их выполнение тестов систематически, автоматизированное и разбор результатов, важной является стабилизация тестовых наборов, потому что практика внедрения всех систем автоматизированного тестирования зачастую упирается в то, что начинают сыпаться нестабильные ошибки со стороны тестов, и результат их применения становится достаточно бесполезным, потому что в таких условиях за ними следить становится тяжело. И два направления таких экспертных, которые менее знакомы. Первый — это условный архитектурный анализ, выявление, в первую очередь, в нашем случае нацеленное на выявление поверхности атаки, то есть выявление тех компонентов, которые взаимодействуют с недоверенными данными. Понятно, что в первую очередь, на что мы хотим смотреть, это сетевой стэк и набор протоколов, которые обрабатываются в этом сетевом стэке. Для этого предполагается применять, с одной стороны, инструментарий, разрабатываемый в институте, такой как NACH, для того, чтобы автоматизированно выявлять, до каких функций в ядре дошли недоверенные данные на соответствующих сценариях. Но этого недостаточно, потому что такой инструмент позволит выявить только те поверхности атаки, которые проявились именно на этих сценариях. Дополнительно необходима условно-экспертная оценка для оценки того, какие еще функции могут составлять поверхность атаки, но до них управление не доходит. Здесь наши текущие попытки начать применять данный подход к нашему ядру, к сетевому стэку, но, к сожалению, мелко получилось. Мы смотрим в первую очередь на модуль, реализующий протокол Ethernet, и, соответственно, даже здесь нашли для себя неожиданные сложности. То есть большинство функций, которые вставляют поверхность атаки, достаточно стандартно определялись, и NACH подтвердил, что до них Ethernet-пакеты доходят, они с ними работают, обрабатывают. Но в то же время нашлась функция, которая используется в достаточно хитрых ситуациях, когда generic, receive, offload задействован, когда Ethernet-пакеты передаются через Ethernet-пакеты. И вот экспертный метод выявил, что такая штука есть, но мы пока сценарий, который бы довел код до этой функции, воспроизвести еще не успели. И, в общем, эта задача не самая тривиальная. Но, не вдаваясь в особенные детали, скажу о последнем направлении, которое хотел обозначить. Это полносистемный анализ помещенных данных, специализированный анализ, нацеленный на выявление, проверки того факта, что некоторые чувствительные данные, парольная информация или ключевая информация, она находится в памяти системы только тогда, когда она действительно нужна, в точке, когда обработка закончена, эта информация была удалена. Это предполагается делать с помощью соответствующего инструмента Бельсна, который реализует полносистемную эмуляцию при помощи КУЭМу и сбора соответствующей информации и работы виртуальной машины, отслеживание всех помеченных данных. И здесь вопрос, который хотелось задать сообществу, это по тем сценариям, которые в ядре интересны для такого анализа, который у вас возникает. Тут, конечно, надо сказать, что в ядре все-таки не так много таких сценариев относительно юзерспейса, большая часть там обработки происходит. Но, тем не менее, надеюсь, совместно мы такие сценарии сможем выявить и отработать. Но у меня по следующим пунктам буквально два тезиса. То есть, собственно, если первый принцип, что мы анализируем по частям, принцип номер два – это то, что upstream first, то есть то, что ветка, которая должна поддерживаться центром, она должна поддерживаться на тех же принципах, что делает сообщество. И в идеале вообще не должна никак отличаться от стабильной ветки ядра, но в данном случае ветки 5.10, с которой мы планируем начать работать на данном периоде. По результатам некого взаимодействия с компаниями она была выбрана. Третий принцип, который хотелось задействовать в рамках работы центра – это клиент всегда прав. То есть мы нацелены на открытость и на взаимодействие с компаниями, которые должны воспринимать результаты деятельности центра, но, естественно, с осноской. Если это ведет к повышению безопасности ядра, то есть все предложения по организации работ, чтобы результаты были наиболее эффективны и полезны в реальной жизни компаний. Как раз на этом круглом столе мы хотели бы их услышать. Соответственно, целый набор вопросов, как это правильно организовать, перед нами стоит ответов хороших, на данный момент мы еще не сформулировали. То есть только часть вопросов, которые бы хотелось ваше мнение услышать. С одной стороны, одни из них достаточно практические. То есть это определение приоритетов для направления работ центра на конкретные аспекты. То есть это поверхность атаки модели угроз, которые должны рассматриваться. Понятно, что если это межсетевой экран, то один интерфейс составляет поверхность атаки. Если это дистрибутив, в котором есть недоверенные процессы, системные вызовы – это второй вариант. Третий – это когда используется система как гипервизор. И, соответственно, свои интерфейсы должны исследоваться. Также вопросы по конфигурации, по поддержке железа. И здесь у нас очень хорошо, что есть представители отечественных оборудований, потому что как задействовать и в чем центр может помочь в наиболее эффективной работе ядра на отечественном оборудовании – тоже вопрос для нас открытый. Дальше, я надеюсь, мы с вами обсудим организационные моменты, которые стоят перед нами. Как нам взаимодействовать по обработке уязвимостей, с тем, чтобы, опять же, минимизировать дублирование работ с одной стороны, с другой стороны реализовать все требования, которые сейчас предъявляются наиболее качественном уровне. Вот, соответственно, на этой части, я думаю, самое логичное перейти, собственно, к дискуссии. Я все-таки надеюсь, что все более-менее получили некоторый набор общих вопросов, которые хотелось бы обсудить. Алексей сейчас Хорошилов на самом деле их обозначил. Первое – это все, что связано с созданием нашего сообщества. И я это увязываю со вторым вопросом, на самом деле, взаимодействие с международным комьюнити. И тут я могу так просто несколько вопросов прочитать, которые были здесь изначально рассосаны. Какие задачи имеет смысл решать, сообщая, как организовывать процесс. Помним о том, что мы говорим все время о безопасности, в первую очередь, на этом этапе, по крайней мере. На каких принципах должно строиться взаимодействие между компаниями и вот центром, который постепенно мы как бы в процессе, по сути, его создания, как сказал Виталий Сергеевич. Как привлекать молодежь. А в международном сообществе есть и сложности с принятием, потому что у всех они есть, разные. И тут тоже хотелось бы, если у кого-то конкретный опыт есть, не вообще, потому что вообще более-менее мы в интернете все можем прочитать, а вот конкретный опыт им вот здесь поделиться, обсудить, потому что он бесценен на самом деле. И вот это хотелось бы сделать. И третий такой блок вопросов, который важен, это вот то, что связано с отечественной аппаратурой, потому что, безусловно, без отечественной аппаратуры долгосрочные задачи решать будет сложно. Кратко, срочно, наверное, наоборот, аппаратуру в один день по мгновению волшебной палочки не может появиться, но если сегодня мы этим не займемся, то через несколько лет будем в таком же положении. При этом, если, ну, так как у нас трансляция, там достаточно много людей уже подключилось, не все, может быть, в контексте того, что происходит, хочу отметить еще раз, что у нас вот сейчас три группы, вот здесь вот в круглом столе сидят людей, представители компании, это разработчики дистрибутивов, да, вот открытая мобильная платформа тоже к нам присоединился, Андрей, базальт, астролинукс, редсофт, роса, то есть ведущие наши разработчики, разработчики СЗИ на основе ядра линукс, белсофт, правильно, да, пришел, ну, вот, ребята сидели просто, у нас, видите, насколько сообщество такое, никто не хочет вперед, пока не позовешь, не скажешь, садитесь, пожалуйста, первый ряд, они приходят, да, код безопасности, наконец-то к нам присоединился Яндекс, мы очень рады этому событию, потому что на самом деле Яндекс, я не шучу, это один из крупнейших потребителей, на самом деле, да, очевидно, и сам разрабатывает, мы вот только в последнее время начали это все обсуждать, уже изнутри знаем. И, наконец, разработчики аппаратных систем МЦСТ, Элвис, Байкал Электроникс, ну, мне кажется, понятно все, и поэтому вот я предлагаю сейчас пройтись по основным здесь сидящим вот за круглым столом людям, которые по 2-3 минуты, если можно, ответят вначале на первый вопрос, связанный с созданием российского сообщества, потом мы обсудим международное и, наконец, аппаратное решение. При этом у каждого может быть свой акцент, но если кто-то хочет пропустить какой-то вопрос, не говорить, можно это сделать потом в рамках дискуссии, потому что все-таки не хочется до вечера здесь сидеть, ну, наверное, хоть как-то надо ограничиваться в нашем времени. Итак, давайте начнем с открытой мобильной платформы, раз уж Андрей рядом со мной оказался, и мы вот по кругу и пройдемся. По 2-3 минуты в рамках заданной темы. По первому вопросу, да? Да. Здравствуйте, Русалин Андрей, открытая мобильная платформа, представляю, соответственно, компанию разработчиков дистрибутива. Спасибо большое за приглашение и возможность высказаться. По предыдущим спикерам сформировалась такая мысль. Есть очень понятная цель хорошая, есть намеченные шаги к достижению этой цели. И вот если как раз говорить про точку, где сейчас, мне кажется, нужна вот эта вот очень важная кооперация, это вопрос, как это вот будет работать. Почему? Потому что я сейчас занимаюсь разработкой дистрибутива, до этого занимался поддержкой аппаратных платформ в других компаниях. И релизный цикл у всех компаний устроен таким образом, что единая ветка, это как референсная ветка, безусловно, надо к этому стремиться. И если вот мы будем говорить, то есть вообще у ядра два потребителя основных, наверное, у какого-то ядра, у какой-то версии. Это разработчики аппаратных платформ, потому что им необходимо поддержать свою платформу в какой-то версии и отдать это уже всем остальным разработчикам. И разработчики конечных продуктов, как дистрибутив, как операционных систем, они работают, соответственно, и снизу с поддержкой платформы, и сверху уже с юзерспейсом, стеком. И релизный цикл, он у всех немножко отличается, потому что бизнес-модель немножко разная у всех, потому что у всех есть, ну, понятно, какие-то там задержки в поставке оборудования, в выпуске релизов и так далее, и так далее. И хотелось бы акцентировать, наверное, внимание на, возможно, проработке именно инструментов, которыми могли пользоваться как и со стороны разработки микроэлектроники, так и со стороны разработки дистрибутивов. То есть референсное ядро, да, остается, но нужны вот эти механизмы проработать, чтобы мы могли их использовать для тестирования именно своих частей, своих продуктов на своих ядрах каких-то. потому что в любом случае какое-то отставание от референса будет. В целом, наверное, вот по первому вопросу основная мысль такая, то есть вот надо проработать процессы, методологию и инструменты, как этим пользоваться извне референсного ядра. Алексеем было заявлено, что эти инструменты и методология, и Виталий Сергеевич, кстати, сказал, будут делаться и создаваться, да, но, наверное, я бы хотел, как вот просто участник круглого стола, услышать от компании, а что вы готовы привести, и как вы, что вы считаете, что нужно сделать. Не просто, но понятно, что инструменты будем делать, но мы же можем не те инструменты сделать, не так их сделать. Вот участие компании, если можно, вот дальше все-таки персонализируйтесь, вот если возможно, чтобы каждый вот сказал, я там готов выделить трех инженеров, мне нужен вот такой инструмент. Ну вот больше перейти в практическое какое-то русло, я понимаю, что это не всегда так просто на ходу перестроиться, может быть, но давайте все-таки вот исходить из того, что у нас уже есть общее дело, мы его будем делать дальше десятилетия, все достаточно молодые ребята, все собрались, я смотрю, и сразу исходить, вот как вместе нам сварить этот суп и потом же вместе его и потреблять. Спасибо, да. Как с языка сняли, действительно, мы уже выделили одного инженера, может быть, не самые большие ресурсы, тем не менее готовы включаться в работу, в том числе по ревью изменений, там в трех-четырех базовых подсистемах, в которых, во-первых, есть опыт, во-вторых, нам кажется, что с точки зрения применения нашего дистрибутива это наиболее целесообразно, вот это пока первый шаг. Дополнительно, как бы мы с Алексеем иногда, у нас есть некая, можно назвать, рабочая группа, как раз прорабатываем, как эти механизмы будут использоваться. Мне кажется, это просто достаточно большая тема, но в данном контексте, мне кажется, что если вдаваться в технические детали, нужно поддерживать все-таки несколько ЛТСных версий ядер, по крайней мере, на инфраструктуре со стороны центра, и дальше предоставлять возможность в виде некого дифа загружать свои изменения и проводить обозначенный анализ. То есть это и статический анализ, и фазинг, и так далее. Потому что тут вариативность возможна, это либо дифы, либо полностью ядра. Полностью ядра это дорого, возможно, не всегда рационально, дифы, наверное, более имеют смысл. Ну вот в таком ключе. Антон Бояршинов, правильно? Антон Бояршинов, базальт из ПО, да. Но сначала все-таки немножко в общем. Я согласен с предыдущим докладчиком о том, что надо сразу говорить не о ветке отечественной, а о ветках. Потому что даже если сначала это будет одна ветка, надо быть готовыми к тому, что она либо будет перебазироваться на другие ветки, либо, скорее всего, придется поддерживать в какой-то момент их несколько. Это неизбежно, я думаю, причины очевидны. И к этому надо быть готовыми с самого начала, потому что если эта ветка пойдет совершенно не в ту сторону, в которую пойдет мейнлайн, то переход на другую версию станет крайне сложным. Соответственно, да, как было сказано Алексеем Хорошевым, хорошо бы, чтобы подавляющее большинство изменений проходили через мейнлайн. Что, соответственно, да, облегчит поддержку этих веток с одной стороны, с другой стороны, переход с ветки на ветку. С практической стороны, мне кажется, это, да, действительно должна быть ветка, вероятно, какой-то список рассылок или другой интерфейс, в который разработчики могут присылать желаемые им изменения, но желательно, чтобы, да, это были изменения, которые уже прошли через мейнлайн. Или, по крайней мере, находятся в мейнлайне на уже какой-то стадии согласования, которая говорит о том, что они, видимо, войдут в той или иной форме. И, действительно, только в исключительных случаях и очень хорошо обдуманных это изменение совсем в другую сторону. Вот, и, конечно, желательно, чтобы обеспечить то, чтобы эта ветка не конфликтовала с изменениями, которые будут в этой ветке, как ветки ЛТС. Благо, изменения, которые появятся в ветке ЛТС, в общем, тоже объявляются несколько заранее, и есть окно, по крайней мере, в несколько дней, когда можно их как-то согласовать со своими изменениями и как-то принять какие-то решения. В общем, в той части, в которой мы сами участвуем в разработке ядра, может быть, не очень большой, но местами участвуем, мы, конечно, готовы присылать эти изменения, которые происходят в Мейнлайне, в, соответственно, отечественную ветку и там их обсуждать. Ну, тем более, что мы обычно включаем их в те свои ветки, которые мы поддерживаем. Ну, там, допустим, какие-то кусочки российской криптографии, хэши-подписи там были включены, я не помню уже в какую версию, в Мейнлайне мы, конечно, их бы портировали в те части, в те версии ядра, которые мы использовали в это время. Ну, в общем, пожалуй, у меня все. Я, насколько помню, Алексей, если я не ошибаюсь, у нас заложено минимум, что будет две, а может быть, три версии ядра, которые будем поддерживать в МКЦ, да это так? Да, мы сразу заокладываемся, но на первом этапе будет сначала одна. И, соответственно, выбор следующего будет происходить как раз вот сообществом. И одна из целей сегодняшнего разговора, в том числе и в это, чтобы все понимали, что это не волонтаристское решение будет кого-то, а именно вот вместе, в зависимости от бизнес-кейсов, да. Ну, скажем, следующая ВМК-терм версия выглядит разумным выбором, какой бы она ни оказалась. Хорошо, спасибо. Александр Оружейников, Астролинукс. Я приветствую всех участников конференции. И хочу сказать, что мы были одними из тех, кто всецело поддержал создание этого центра по исследованию ядра Линукс. Мы базируемся на этом ядре изначально, и у нас есть много своих наработок, которые выстраиваются вокруг подсистемы безопасности ядра. Поэтому мы заинтересованы, ну, в первую очередь, в развитии инструментария по исследованию и анализу кода ядра. Имея свой опыт в этом вопросе, мы видим, что этот инструментарий очень тесно переплетен с разработкой, то есть его развитие обязательно требует обратной связи с разработчиками, которые имеют высокие компетенции в программировании ядерных подсистем. И также вот мы этот центр видим как место, где могут объединять свои усилия все энтузиасты в стране, которые исследуют ядро. То есть это не только компания-вендоры операционных систем, что, конечно, в первую очередь требуется, но и энтузиасты, которые еще меряют свои силы и готовы вкладываться, и им надо знать, где собираются основные компетенции в этом вопросе. Поэтому хотелось бы со своей стороны мы не только поддерживаем и планируем все те наработки, которые всплывают в процессе интеграции средств защиты информации в операционную систему и те артефакты, которые появляются там в виде патчей каких-то исследованных областей путем статического и динамического анализа, но и поддерживать группы энтузиастов, которые будут улучшать защиту самого ядра. То есть это вот, если смотреть, так сказать, международный опыт, то это то, что, например, делает команда КСПП поддерживаемая крупными международными компаниями по развитию действительно защиты самого ядра. Соответственно, с нашей стороны мы будем делиться теми результатами, которые появляются у нас в процессе развития средств защиты информации и анализа кода ядра. Александр, провокационный вопрос. Вы готовы поделиться своим проприетарным софтом? Ну, я хочу сказать, что наш проприетарный софт использует те оснастки и ту инфраструктуру, которая есть в ядре. И нам очень часто приходится наталкиваться на некоторые моменты, которые были бы полезны и остальным. То есть мы над этим вопросом думаем. Но еще один момент важный, как раз поскольку здесь есть представители всех основных отечественных аппаратных платформ, то, что будет исследоваться и изучаться в этом центре, будет давать некую общую планку для ориентира по созданию BSP и аппаратных программных средств у вендоров аппаратуры. Это очень важно, потому что это очень сильно замедляет внедрение отечественных операционок. Ну, докладчиков мы пропускаем. И у нас RedSoft. Кто будет выступать от RedSoft? Мне есть что сказать. Олег, если что-то захочет. Хорошо, договорились. Представьтесь только, чтобы... Роман Симаков, компания RedSoft. Я попробую уложить набор мыслей, которые записывал, как вначале предлагалось. Я их все пометил. Но это все неупорядочено, беспротокольно и так далее. Но, тем не менее, постараюсь это увязать в какую-то единую мысль. То есть, во-первых, хорошая мысль в том, что, да, действительно, в России недостаток квалификации, тем более, если это все размазывать по отдельным компаниям, мы будем очень грустно выглядеть все-таки на фоне людей, которые занимаются действительно разработкой ядра на фоне тех тысяч программистов, которые вносят туда свой вклад. Поэтому, конечно, надо как-то усилия объединять. И только тогда, наверное, можно, если стратегически рассуждать, составить какую-то конкуренцию. А лучше, ну, как бы, здесь речь идет о кооперации, поэтому внести какой-то достойный, значимый вклад и стать заметным, наверное, хорошей цель стать заметным игроком, чтобы можно было какие-то собственные идеи и вещи туда же продвигать. Без этого очень тяжело, наверное, продвигать все, что мы хотим. И накладные расходы с постоянной интеграцией с мейнстримом, конечно, с абстримом, конечно же, вырастают. Но сделать интеграцию по разным направлениям, наверное, тоже нехорошо. Поэтому вот здесь часто всплывает мысль о том, что надо непосредственно и объединить вокруг центра и разработчиков железа. Эта мысль правильная, потому что, ну, нельзя делать. Один центр по безопасности, там все исследуется, и поддерживается некий код. То есть исследование – это одно, а там же еще предполагается, как я понимаю, код поддерживать. То есть будет вестись ветка, исходники, патчи, там, ревью и все по классической схеме. Поэтому еще вести для железа такое, конечно же, не надо. Надо все-таки интегрировать. Поэтому акцент не только на безопасность. Это вот первое, наверное, замечание. Там же, наверное, средства защиты информации, которые в ядре много копошатся, что-то там вносят, добавляют, изучают или на что-то завязываются. Поэтому, наверное, вот все-таки придется не только безопасностью заниматься. Отсюда вытекает вторая заметка, что поскольку отечественное железо доступно не всем, не всему мировому сообществу, то придется, вероятно, держать. И я не уверен, что все патчи наши могут вообще быть интересны. Не то, чтобы их не возьмут, они просто неинтересны. Поэтому какой-то набор патчей придется держать у себя. А это сразу говорит о том, что мысль заниматься только мейнстримом, она, конечно же, уже у нас, ну, к сожалению, она становится немножечко бессмысленной. Придется заниматься собственной веткой. И как раз центр такой людей, сосредотачивающих экспертизу внутри, умеющих это делать, ну, это, наверное, хорошо, и им придется это делать. Вероятно, кто-то из них вырастет до какого-нибудь там главного комитера, который, там, ну, зам Торвальца, который за какие-то части будет отвечать, там, я не знаю. Ну, это мечты, допустим, да, но тем не менее. Вот. Ну, и немножечко скажу про организацию. То есть я не знаю, насколько можно сейчас говорить, кто сколько готов выделить людей. На мой взгляд, преждевременно об этом думать. А вот правильно подумать о форме, об инструментах взаимодействия. Как раз видится не просто изучение ядра и какие-то заключения. То есть я ожидаю, что будет масса каких-то варнингов, ошибок, обнаруженных утилитами. Их надо куда-то структурировать. И тогда как раз энтузиасты, которые захотят, а чем я могу помочь? А куда ему посмотреть, чем он может помочь? Нужна какая-то база данных не только уязвимостей, а вот, ну, артефакты, в принципе, будут, но их надо в доступной форме донести, чтобы сидит студент, который считает, что он умеет программировать. Он заходит, говорит, ну, вот проблемка, ей никто не занимается. Ну, поковыряю я ее. И вот он ее поковыряет. Кафедра образуется, преподаватель какой-то заинтересуется, будет вокруг этой стороны изучать что-то и так далее. То есть без инструментов комьюнити не вырастить, а просто взять на работу человека и сказать, занимайся задачей, ну, не совсем достаточно, на мой взгляд, вот в данном случае. То есть здесь именно важно создать сообщество, и для этого нужно куда-то транслировать, а чем можно позаниматься. А у кого можно спросить помощи, а кто введет тебя, возьмет за ручку, приведет куда-то, и ты уже начнешь там самостоятельно двигаться, шевелиться там и куда-то расти. То есть надо обязательно посеять некоторое зерно. Вот мне кажется, это тоже важно очень помнить. Тогда и вузы, энтузиасты, и сами компании будут иметь возможность куда-то посмотреть и понять, а чем же мы-то можем быть полезны, а куда нам вырасти. То есть у кого спросить-то вообще, о чем. Ну и, собственно говоря, по уязвимостям тоже. То есть вот мы готовы закрывать уязвимости, другие компании готовы закрывать уязвимости. Ну у каждого в голове сидит мысль, а о чем мы сейчас будем одни и те же уязвимости закрывать. То есть координация в любом случае нужна. И скорее всего все уязвимости, найденные в каких-то подсистемах, будут исправляться авторами подсистем. Все в надежде на это и ждут, когда же они это сделают. Пока мы не будем свои уязвимости добавлять, мы свои уязвимости исправлять и не начнем. А для этого надо иметь большую контрибуцию и большой опыт, большой штат людей, которые вносят патчи. Вот тогда у нас появится свой кусок, вот в нем мы и будем потом эти уязвимости исправлять. Можно работать и над другими кусками, но надо с ними как-то договориться, что давайте мы будем этим заниматься. Потому что в любом случае все будут исправлять их дольше, чем дождутся, что их закроет автор. А раз они открытые, а раз они зарегистрированы, то по-любому кто-то им занимается. Ну скорее всего вот такая логика у всех. То есть если она не такая, давайте это тоже обсудим. Кто-то может быть объяснит, какая она на самом деле и почему я, например, не прав. Вот. Ну и, наверное, я хочу просто проговорить вслух, что вот та ветка ядра, она должна, наверное, стать тем самым ключом к решению вопроса о замене или обновлении ядра в сертифицированной сборке. То есть чтобы не проходить полный цикл, там, три месяца, полгода, а чтобы вот мы взяли доверенные исходники, достаточно доказать, что мы собрали эти бинарники из этих исходников. А остальные исследования, в принципе, уже, наверное, я так понимаю, будут не нужны, и это все можно сделать будет, ну, например, за две недели. То есть это, конечно же, решит большую-большую задачу. И, в общем-то, это тоже один из больших хороших эффектов, которые можно получить. Собственно, я не знаю, ответил я на первый вопрос или на все. Да, нет, я просто, вот, даже как-то неудобно, потому что все говорят, хочется что-то зацепить, а все говорят про одно и то же. Уже сложилось сообщество практически в головах, теперь осталось просто все это материализовать. Ну, вот я попытался все-таки и просто набор мыслей, а как-то, да, кучку связать. И насчет молодежи, и насчет, это может быть самое главное, вот то, что вы сказали, вишлист проектов. Это, ну, просто то, что вот сейчас прямо обсуждается, и спасибо, что это бизнес говорит, потому что если мы не сможем, не научимся привлекать молодежь к нашей деятельности, если мы не покажем молодежи, что это просто очень интересно, я уж не говорю о том, что просто это, чтобы у них была возможность даже прийти, а мы можем все создать, а им, например, неинтересно, это тоже нужно сделать, все вместе, сообщать. Один отдельно взятая организация не сможет это сделать, какая бы она крупная и крутая ни была. Хорошо, спасибо большое. Я вот вижу здесь несправедливость некоторую, потому что вот все сидящие, вот... Мы поменяемся давай. Не-не-не, я другое хотел сказать. Здесь, если уж классовый принцип, то здесь должна была быть и РОСА тоже здесь сидеть, почему-то ее нет, а у меня в списке есть Анисим Дмитрий Владимирович, он здесь? Да, да, здесь. А почему вот как вас туда вот ущемили прямо, это не очень хорошо. Вот видите, вот эти вот разработчики дистрибутивов, они как-то вас, это не я. Ладно. А если серьезно, то РОСА, очевидно, была тоже одной из тех компаний, которые достаточно давно и общения были, и поддерживали эту идею направления, поэтому ваше мнение, безусловно, очень важно. Вы сейчас тогда относительно новый человек в компании пришли, но вот как раз... Слушаем. Я хотел бы как раз поддержать несколько выступающих по поводу того, что наше сообщество не должно замыкаться именно в сообществе разработчиков, представителей надзорных органов, но оно должно еще формироваться из молодой, свежей крови. Мне кажется, необходимо компаниям, возможно, выйти к вузам с той точки зрения, что помочь, возможно, поставить новую дисциплину на базе этих вузов, чтобы мы могли пропагандировать наше видение именно безопасной разработки. Это мало того, что поможет нам сформировать то сообщество, которое будет, как было уже сказано, да, многими, работать на, так скажем, на основе энтузиазма и помогает развиваться данному проекту, но еще также поможет самим же разработчикам подобрать себе кадры, которые уже будут на момент прихода к ним уже иметь определенную квалификацию именно в безопасной разработке программного обеспечения. Спасибо за такое предложение. Я не знаю, знает ли все сообщество, уж простите, я как ведущий буду иногда, может, дополнять. Вот сейчас принята ВАКовская новая специальность, она называется, конечно, странно, кибербезопасность, хотя, может быть, это и хорошо, потому что маркетинговое хорошее слово, но внутри этой специальности, так как мы ее писали, она как раз ровно вот про все вот это, в том числе и доверенный искусственный интеллект, и остальное, хоть там этих слов нету даже, но там большими блоками, это означает, что когда паспорт будет принят, а он уже в ближайшее время будет принят, смежные специальности, там 05, 13, 11, это системное программирование, ну как бы, понятно, и инфобез традиционный, это вот из них двух, как бы, родилась новая специальность. То есть системно все сделано для того, чтобы это сделать. Мы в Высшей школе экономики бакалаврят сейчас перестроили по этому принципу, в Фистехе на ИВТ и ФУПМЕ сейчас перестройка по этому принципу, а на ВМК уже 10 лет назад это было сделано, когда с первого курса преподавание идет таким образом, чтобы дети могли потом при желании заниматься вот этой тематикой. Поэтому это очень важная такая системная история, и ее только сообща можно сделать. То есть, чтобы масштабировать на страну, там еще где-то, без вот компании, без вас всех это сделать нельзя, так что здорово, спасибо, я просто целиком и полностью поддерживаю. Значит, переходим к разработчикам, как это написано, СЗИ. Я не думаю, что все согласятся. Я буду идти по своему списку, который у меня здесь написан. Первый у меня заявлен Карпом Роман Двитриевич, Белсофт. Вы тоже разработчик СЗИ или… Ну, в настоящий момент, да, мы являемся разработчиком СЗИ. В ближайшей перспективе, ну, не будем забегать вперед, мы не только будем разработчиком СЗИ на базе ядра, но об этом, наверное, мы скоро узнаем. Рутин Лушканович, ну, в первую очередь хочется еще раз восхититься вот вашим этим краеугольным камнем. Конечно, это абсолютно, мне кажется, верная история, когда и государство, и наука, и бизнес пытаются решать такого рода стратегические задачи. Сегодня вот много было разговоров про то, что создание такого центра – это важно, но не менее важно должны быть какие-то процессы, описанные, да, регламент работы. И мы со своей стороны, как участник некоторого количества вот международных проектов такого рода, готовы предложить свою помощь вот в формировании такого регламента, там, Алексею Хорошилову, да, то есть если есть такой запрос, я вижу, что он есть, мы готовы активно в этом участвовать. А еще хочется отметить вот слова касательно перечня доверенных платформ, ну, не платформ, библиотек, да, которые не только к ядру линкса относятся. Недавно, чуть меньше пары недель назад, мы обсуждали в рамках российского open-source-саммита, как раз в рамках круглого стола о безопасности open-source, что действительно вопрос такой назрел, что все сложнее и сложнее контролировать это, управлять этим, и вот какой-то перечень библиотек, которые наиболее востребованы, его нужно создать, и вот, наверное, сделать что-то подобное, то, что сейчас происходит с ядром линукса. Это действительно тоже такой правильный вектор. Спасибо. Да, ну, до нас доходят слухи, что сообщество уже собирается без академии, без государственных регуляторов, и уже пытается прямо, но мы рядом всегда. Хорошо. Следующая у нас всем известная компания «Код безопасности». Добрый день, коллеги. Александр Котов, «Код безопасности». Мы разрабатываем несколько видов продуктов, и они по двум направлениям, можно сказать, делятся. Первое – это продукты, построенные на базе ядра линукса, а второе направление – это продукты, наложенные средства защиты, которые работают, и как один из предыдущих докладчиков сказал, ковыряются в ядре. И мы тут видим несколько вопросов. Что касается продуктов, построенных на базе ядра, поскольку это специфические продукты, это не операционная система общего назначения, то они, это межсетевые экраны, криптошлюзы, они имеют свои особенности, и вот эти особенности нам бы хотелось бы учесть, когда будет обсуждаться. Это то, что говорилось о различных конфигурациях ядра. И вот здесь нужно будет это обязательно учесть, потому что они очень сильно отличаются от того, что есть в ядрах операционных систем общего назначения. Теперь по поводу наложенных средств защиты. Для нас это выглядит преимуществом. Нам не придется поддерживать несколько десятков ядер, которые используются в разных операционных системах. И более того, мы бы хотели как раз сократить объем ковыряния в ядре, сделав некие дополнительные интерфейсы в юзер-мод для того, чтобы можно было избежать как раз вот этого ковыряния. И мы бы могли поучаствовать вот в этом наряду с другими разработчиками средств защиты. Да, у меня, наверное, все. Спасибо. На самом деле это здорово, что у нас потребители все-таки, не только те, кто делает дистрибутивы, потому что это действительно очень важно. И здесь, конечно, представлена небольшая часть тех компаний, которые, ну, правда, очень ценная часть, но далеко не вся. И следующее у нас, у меня в списке, это Гуси Дмитрий Михайлович, «Имфотекс». Есть? Есть. Я что хотел сказать, что я, насколько помню, Дмитрий, у вас 30 лет в этом году было, да? Только недавно. Я, так как, к сожалению, не смог присутствовать в силу командировки, я уж извиняюсь, поздравляю вас от лица нашего сообщества, потому что все-таки не так много у нас компаний, которые 30 лет на рынке и продолжают успешно функционировать. Спасибо большое. Я здесь вот накидал очень много, на самом деле, вопросов. К сожалению, гораздо больше, чем готовых каких-то рецептов и, значит, готовых советов. Ну, сразу скажу, пока что больше похоже на колхоз. Хочется, конечно, этот колхоз как-то образмерить. Здесь уже звучали предложения, что в первую очередь, наверное, по отношению к центру, да, как в структуре, надо много усилий потратить, обсуждая организационную основу деятельности центра, как мы все в него будем входить, выходить, на каких условиях. Также было сказано, что между нами, да, разными там заинтересантами этой темы, очевидным образом мы все заинтересованы, да, но интересы у нас разные. Интересы разработчиков дистрибутив операционных систем, интересы разработчиков средств защиты. Ну, для нас, например, для разработчиков средств защиты сам себе операционная система неинтересна как таковая. Это не наш объект интересов, не объект там конечной продажи. Для нас это просто инструмент реализации средств защиты. И мы смотрим на эту историю достаточно утилитарно. И здесь действительно, в первую очередь, возникает история, как в одном центре совместить, ну, достаточно разнонаправленный интерес, вот, разных заинтересантов, так, чтобы это было эффективно. Поэтому, да, мы здесь, очевидным образом, естественно, тоже готовы участвовать в обсуждении, естественно, вот этих организационных моментов, потому что их здесь очень много, они, ну, во многом до сих пор непонятны. Да, то есть, чем мы будем участвовать, там, людьми, каким-то кодом информации о, там, не знаю, о взвимостях или о способах устранения и так далее, и так далее. Второй момент, который возникает, второй вопрос, точнее говоря, или опасения. Наверное, не следовало бы сразу говорить о том, что в рамках центра родится еще один какой-то безопасный дистрибутив Linux. Как мы знаем, их достаточно много по миру, да, начиная, там, от SE Linux, разработанного по заказу ОНБ, и, значит, много, там, частных общественных разработок. То есть, вот, наверное, все-таки в большей степени следует говорить о появлении тех или иных атрибутов безопасности, разрабатываемых международным сообществом, ядер Linux. Да, вот уже было сказано, там есть AppStream, есть какой-то, там, значит, там, долгоживущие дистрибутивы. Вот, в первую очередь, надо действительно сосредоточиться на выработке внутри центра атрибутов безопасности, которые были бы полезны, ну, основной массе участников, и не ставить перед собой цель создания еще одного безопасного дистрибутива Linux. Да, потому что можно, вот, уйти очень глубоко, тоже демонстрировали слайды, давайте рассмотрим, там, поверхности атаки, давайте обсудим, как мы будем защищать те или иные модули операционной системы, там, точнее говоря, ядра операционной системы. Ну, могу сказать, что мы, например, в своей деятельности все больше отходим от возможностей самого ядра операционной системы, в большей степени начинаем сосредотачиваться на каких-то параллельных механизмах. Например, вот здесь коллеги упоминали, но не называли, но, скорее всего, имели в виду тот самый DPDK, да, исходно разработанный Intel, потом, значит, вынесенный в сообщество open-source, и Intel все равно остается основным контрибутором всей этой истории. Например, нам эта штука гораздо более интересна и эффективна, чем попытки что-то там делать на базе самого ядра, его модуля. Поэтому здесь, наверное, хочется предупредить, как бы, публику от того, чтобы, давайте мы сейчас будем силы бросать на превращение каких-то базовых механизмов ядра в механизмы защиты, да, превращение ядра операционной системы в средства защиты. Вот, наверное, этого делать не следует. Ну, по крайней мере, на первых этапах существования Центра и вот нашей всей совместной работы. Ну, а так, в целом, хочу сказать от лица компании, компании InfoTech, что, очевидным образом, мы поддерживаем эту инициативу и, конечно, готовы работать в составе инициативной группы. Но перед тем, как выделять конкретных разработчиков, инженеров, да вот, надо им определить правила игры, иначе они побегут в совершенно неизвестном направлении. Спасибо. Спасибо. Я просто чувствую недостаток общения. Вот я вот не зря сказал, что не был. Вот все эти вопросы, если больше общались, они были бы сняты до сегодняшнего дня, потому что, конечно, никакого дистрибутива делать никто не собирается. Иначе бы вот здесь компании, которые производят дистрибутивы, они бы уже сюда пришли бы не с такими улыбками, а совсем с другими. Да, так что нет, это так оно и есть. А вот как это реализовать, чтобы действительно в конце пути именно так было, это вот как раз сегодняшняя встреча, одна из таких инициаций этого процесса. Спасибо. И Яндекс, Андрей Иванов, Яндекс для нас это наше все вообще. У нас мы и вышки, и фистехи, и везде вместе что-то делаем, работаем. Но вот в контексте Линкса я для себя это открыл буквально совсем недавно, поэтому очень интересно послушать. Спасибо коллегам Устек, которые обратили наше внимание на эту инициативу. На самом деле, тут небольшой комментарий, что я все же представляю скорее не Яндекс, потому что я достаточно большая компания, я представляю Яндекс.Облако. Это, безусловно, часть Яндекса, но там говорю все же, я от лица Яндекс.Облако. Такая небольшая ремарка. Но так как мы в облако, мы как раз, получается, делаем сервисы, они коробочные продукты. И с одной стороны, безусловно, заинтересованы в безопасности ядра и делаем самостоятельно, в том числе определенные вещи для повышения этой безопасности. С другой стороны, мы тут, наверное, чуть более защищены, чем коробочные продукты, потому что у нас перед ядром, если так говорить абстрактно, стоят множество эшелонов защиты, до которых там конечному пользователю или злоумышленнику не так легко добраться. Поэтому некоторые из умений ядра нас, сейчас не говоря, не сильно волнуют, потому что для этого надо добраться через кучу эшелонов с точки зрения нашей облачной парадигмы. И мы просто управляем рисками, поэтому не стремимся, не всегда стремимся что-либо закрывать, если даже видим, что уязвимость есть. Но, безусловно, как уже отмечалось, безопасность никогда не бывает какой-то конечной такой метрикой. В повышении безопасности мы заинтересованы. И идея с ветками, которая бы означалась абсолютно правильно, потому что, может быть, вы слышали в анонсе, мы проводили недавно большую конференцию, где обозначили, что идем в облако для государственной организации, это будет большой отдельный сегмент. И понятно, что мы там точно должны будем использовать те программные средства, которые сервцированы, прошли проверки и так далее и тому подобное. И в этом плане вот эта инициатива очень хорошо, конечно, ложится на вот эту ситуацию, на мой взгляд, потому что, участвуя в этом, мы в том числе сможем воспользоваться результатами и строить вот эту госологию, в том числе на ядре, которое прошло сейчас в этот центр, поддерживается. Нам не надо там будет проводить весь этот массив действий, которые подразумеваются в рамках сертификации там конкретного средства защиты информации. То есть в этом плане мы целиком за. И если говорить о том, чем мы готовы делиться, тут, конечно, надо более подробно обсуждать, но я уже говорил, что мы делаем определенные патчи самостоятельно. Часть из них мы отдаем в мейнстрим, ну, потому что мы из этого секрета не делаем, конечно же, готовы передавать их, в том числе, в центр. Некоторые патчи мы не передаем в мейнстрим по определенным причинам, скорее, не потому что это что-то комменциальное, а потому что мы понимаем, что это мейнстрим неинтересно. Если это интересно центру, это тоже обсуждаемо, и мы готовы тут передавать. Ну и, наверное, мы готовы рассказывать, потому что у нас тут прям гигантский опыт, потому что, как я сказал, мы скорее преследуем свои цели. Но определенный опыт работы с безопасностью ядра у нас все же есть. Поделиться им, рассказать, как мы это делаем, на что обращаем внимание, тоже, конечно, готовы. И, ну, завершая свой краткий спич, по организации поддержу коллег. Очень важно понять, как будет организована вот эта вся конструкция, и самое главное – обратить внимание на технические инструменты взаимодействия. Ну, я имею в виду, что вот работать через почту в таких рабочих группах, а я сейчас во многих состою, очень тяжело. Вот, как с точки зрения понимания текущего статуса, так и с точки зрения поиска правильной версии последних документов. Спасибо. Полностью согласен, поддерживаю. Вообще, когда удивительная история в том, что эта же проблема с безопасностью ядра, она не наша их проблема, это мировая проблема, и все об этом вроде знали, но уже после того, как мы запустили центр и подписали соглашение, все уже начало работать. Один из руководителей разработки Гугла, это известно, все здесь знают, комитет, даже рассылка была, вдруг сказал, что, ребят, у нас катастрофически не хватает людей с точки зрения безопасного разработки ядра. То есть там, не здесь. И поэтому это значит, что мы изначально, что если что-то берем, оно по определению, уже там не инвестировано достаточно ресурсов, то есть мы должны это заниматься. Это очень важно. А второе, наверное, вы слышали, буквально две недели назад, здесь все люди информированы, это когда Гугл объявил о том, что переходит со своей версии ядра, вот мы говорим, своя версия, ветка и так далее, на мейнлайн. То есть что они будут туда делать донейшн, а уже оттуда забирать, использовать в андроиде, имеется в виду. Абсолютно в таком продукте, в котором миллиарды долларов, ну никаких проблем вроде бы. А все равно дело не в деньгах, количество разработчиков, когда у тебя нарастает, сдерживать это невозможно. И вот синхронизация им позволит часть ресурса высвободить. Это вот буквально две-три недели назад было сообщение официально от Гугла. Поэтому это очень важно, мне кажется, что мы сегодня это обсуждаем прямо вовремя. Может быть, надо было, конечно, лет пять назад запускать это все дело, но даже сейчас мы, по-моему, достаточно вовремя запустились. И даже сегодняшний вот разговор, который мы сейчас ведем, он показывает, что мы созрели внутренне. Самое главное, что в наших головах это произошло, что так надо делать. И про облако, если еще два слова, у нас тоже есть облачная своя платформа, и вот в ней внутри ядро, которое мы сейчас будем делать. Так вот, когда мы пошли на сертификацию, не по ВСТЭКу, кстати говоря, поэтому мы в следующем году только планируем, будем сейчас подавать, выяснилось очень много интересных вещей, что с точки зрения ядра, если у тебя нет незакрытой некоторой истории, то по-хорошему очень сложно сертифицироваться даже. А это сертификация всего лишь некоторый горизонт. То есть это же не так, что там все полностью безопасно теперь стало. А мы сегодня говорили о более такой серьезной истории, когда мы хотим, чтобы оно было даже лучше, чем текущие требования сертификации. Потому что, как Виталий Сергеевич сказал, требования будут ужесточаться постепенно. Потому что это нормальный процесс. То, что пять лет назад нельзя было эксплуатировать, сегодня легко эксплуатируется. То, что пять лет назад навесной защитой можно было защитить, сегодня выясняется, что, оказывается, нельзя, есть куча контрпримеров, как это дело легко обходится. Почему? Потому что, ну, меч и щит, как сказать, меч тоже становится мощнее. Поэтому нужно и щит тоже все время улучшать. Итак, у нас следующий блок, это разработчики наших аппаратных решений. Если захотите сразу поговорить про безопасность точки зрения, ну, вот, проблемы с улучшением аппаратуры, вот в этом контексте, то с радостью здесь не нужно, прямо у нас нету такой комвы, что обязательно жесткое то, что задано. Владимир Александрович, вам от лица МЦСТ. Здравствуйте, я представляю компанию МЦСТ. Если кто не знает, наша компания занимается разработкой процессоров и компьютеров на их основе нашей оригинальной отечественной архитектуры. И наш интерес к операционным системам на базе Линукса в основном состоит в том, что мы просто портируем это на нашу архитектуру. С этой точки зрения нам было бы очень интересно, чтобы были инструменты статического анализа, динамического анализа и прочего, ориентированные именно на нашу архитектуру, которую мы могли бы использовать. Например, S-Waze, он, собственно, применим только для Х-86. Мы пока его не можем использовать для исследований нашей архитектурно-зависимой части. И, в общем-то, мы рассчитываем, что в рамках работы этого центра такая работа может быть сделана. По счастью, всего остального я согласен с многими выступающими здесь, что необходимо для работы этого центра привлекать молодежь, институт, университеты. Если это все будет делаться только в рамках силами каких-то компаний, которые выделяют один-два инженера, я думаю, дело не сдвинется. И еще такой вопрос интересен статус этого центра, потому что мы сейчас сталкиваемся все время, ну, как и все, наверное, применение операционных систем в критических предложениях. С одной стороны, требуется, чтобы был сертификат, с другой стороны, требуется, чтобы уязвимости установились как можно быстрее. И это, в общем, какие-то два противоречивые требования. И, может быть, вот этот центр мог бы играть каким-то образом роль некого эксперта. Вот как тут уже было предложение, чтобы и волки были с этой овцы целой. Так бывает, да? Хорошо. Вадим Александрович, спасибо большое. Второй вопрос я все-таки про технологии. Здесь процесс не могу сказать. Но мне кажется, что то, что было уже многим сказано, и Алексей говорил о том, что анализировать дифы, и вот то, что происходит, если у вас уже есть ядро, это технологически. Я сейчас говорю не о том, что означает, это означает, что можно получить сертификат или нет. Я в этом плохо разбираюсь. Как известно, у нас нет никаких лабораторий сертификационных. Этот центр носит такие функции. Я абсолютно убежден, вообще никак не должен брать или к этому подходить. Это должен быть центр компетенции, который отвечает на вопросы технологические. Так это или не так, да? Вот если мы научимся дифы быстро анализировать и говорить о том, что это не влияет на все остальное, то, наверное, технологически это будет ответ, что, в принципе, можно это делать, может, даже не за две недели, а за один день, да? Потому что, особенно, если диф написан нами же самим, как ответ на уязвимость закрыт. Но как это будет юридически? Будет ли это принято и так далее? Это другой вопрос, который, ну, я тут не могу сказать. Если говорить о том, что, вот, первый вопрос, вы очень больную тему затронули насчет того, что вот на Эльбрусах не все инструменты работают. Да, ну, вы же знаете, мы три года назад вместе пытались подать, чтобы это дело как-то создать эти инструменты. Там, пять лет назад пытались. Каждый раз мы упирались в вопросы не технологического характера, и даже не организационного иногда. Нельзя открыть безопасность, там, какие-то вот... И нужно этот вопрос снова поднимать, как-то обсуждать, потому что это же сложные инструменты. Они не могут, вот, по мгновению волшебной палочки, пришли и сказали, а через неделю, вот, пусть он работает. Ну, не будет он работать. Сделать вид, что он работает, можно будет. Но при этом уже не так все плохо. Там, в связи с каком-то смысле работают. Там больше, больше проблемы с динамическими всякими инструментами, которые, конечно, уже сложнее адаптировать. У нас вот представитель Элвис. АВН ПЦ Элвис является разработчиком системы на кристалле. В основном для встраиваемых применений системы на кристалле состоят у нас из всевозможных IP-ядер. То есть это как... Это покупные IP-ядра и IP-ядра разработки Элвиса. В связи с этим, как бы, с точки зрения разработки и поддержки операционной системы вендором микросхемы, мы живем по следующей модели. То есть мы берем некоторую версию из AppStream'а Кернала, интегрируем в эту версию, ну, накатываем эту версию на свою микросхему, ну, или как, добавляем поддержку микросхемы в эту версию ядра. Здесь мы находимся довольно... Ну, в каком положении? То есть у нас есть поддержка процессорных ядер покупных IP-блоков, есть поддержка покупных IP-блоков, есть поддержка драйверов покупных IP-блоков в операционной системе. И здесь у нас стоит задача по, ну, как я это называю, разработки правильных конфигурационных файлов, правильных конфигурационного кода конфигурирования. Это одна часть работы. Вторая часть работы – это разработка драйверов собственных IP-блоков. То есть это процессор, ну, IP-блоки процессора на ядерах, которые являются собственной разработкой LSA, и IP-блоки интерфейсов ввода-вывода, и IP-блоки каких-то вычислительных ускорителей. Соответственно, здесь в контексте вышесказанного, какие могут возникнуть вопросы. С точки зрения безопасности, конечно же, было бы полезно и необходимо анализировать всевозможными анализаторами, то есть анализаторами статического кода, файзинг-анализом, те драйверы, которые мы разрабатываем для своих IP-блоков. Это как бы один момент. Ну, то, что я сейчас какой информации обладаю, вроде никто такую работу еще не проводил. То есть, скорее всего, это будет каким-то одним таким важным моментом при анализе ядероперационной системы. Второй момент в контексте анализа безопасности сборки операционной системы для микросхемы. Здесь, наверное, будет выстраиваться следующая модель. Есть некоторый мейнстрим, есть некоторый известный набор уязвимостей. И, ну, набор уязвимостей для процессорных ядер, вот, там, архитектура ARM или архитектура MIPS, есть известный, например, набор уязвимостей для тех IP-блоков, которые применяются в IP, для тех блоков, которые применены в микросхеме. Здесь, я думаю, нужно будет проводить анализ безопасности, анализ тех уязвимостей на применимость к той или иной микросхеме. То есть, это вот первое замечание, то есть, об анализе на безопасность тех сборок, которые мы вот выкатываем как вендор микросхемы, ну, как поставщик микросхемы. Второй момент, второе замечание, которое я хотел подчеркнуть, конечно же, я в некоторой степени рад услышанному, то, что планируется сформировать некоторый центр компетенции, который будет заниматься анализом безопасности. И, я так понимаю, собирать, как правильно сказать, собирать какую-то единую сборку, как я понял, или единый кернел для всевозможных вендоров, ну, для всех вендоров, которые присутствуют у нас в стране. Потому что, как я понимаю, сейчас Элвис, МЦСТ, Модуль, Байкал живут по следующей модели. Мы, как разработчики микросхем, делаем свою некоторую референсную сборку, и дальше мы общаемся активно с разработчиками дистрибутивов с целью появления, как можно раньше там, или в каком-то времени, да, с целью появления дистрибутивов, с которыми могут уже работать, ну, следующий слой там разработчиков, прикладного и устраиваемого программного обеспечения. То есть мы это всячески приветствуем. Всего вам спасибо. Я, на самом деле, в качестве дискуссии, я просто в этом, наверное, не сильно понимаю, поэтому, когда МЦСТ, Эльбрус, наша аппаратура с самого начала, да, полностью, там, ну, вроде не должен этот вопрос возникать, а вот в вашем случае, мы взяли, я правильно понимаю, ARM, там неважно, какой-то процессор, там есть наверняка проприетарные эти IB-блоки, еще что-то, да, какие-то, которые нам недоступны, или все нам доступно? Ну, нам доступны драйверы всех блоков. В виде исходных кодов. Да, в виде исходных кодов, то есть, как правило, если мы берем там PCI-Express, то мы берем это стандартный PCI-Express, это драйвер стандартного PCI-Express, и мы от него наследуемся. У меня, скорее, такой вопрос, это вот если мы зафиксировали 5-10 ядро, или завтра следующее будем брать, вы, у вас нету привязки к железу, что вы не можете взять какую-то версию ядра, или вы можете взять действительно 5-10, которая проверена, и уже дальше использовать? Вот здесь какие-то сложности возникают? Здесь сложности, у вас не все специалисты в области аппаратуры. Да, я понял. Здесь, смотрите, какой вопрос. Вопрос номер один, что то процессорное ядро, на котором мы находимся, то есть, например, этаром V8.7, там V8.at, или там MIPS-64 какой-то ревизии, оно должно быть уже поддержано в этой версии Linux, на которую мы хотим перейти. И второй момент, это, собственно, процедура выбора версии, на которую мы заходим. Ну, как правило, это происходит из каких-то наших умозаключений, там, возможно, с какими-то консультациями, там, с партнерами. Хорошо. Ладно. Теперь у нас, я не вижу, Байкал Электроникс у нас представитель. А, вы будете. Да, да. А, Виталий Богданович. Добрый день. Да, коллеги, здорово, что здесь пригласили представителей аппаратных платформ. Что хотелось бы отметить, что, ну, многие возлагают надежды на то, что центр позволит, как бы, суть задачи унифицировать. Поскольку вы уж пригласили аппаратчиков, то мы, наоборот, вам расширим задачи. Потому что любая аппаратная платформа имеет в части безопасности свои особенности. Их необходимо тоже будет поддерживать. Ну, так, допустим, например, мы сейчас используем архитектуру ARM, ARM V8, да. И, ну, в части безопасности, даже в текущих чипах уже есть там расширение. То есть, трасс-зон там можно использовать для авторизации ключей, и ОМУ там для защиты от ДМИ-атак. Ну, следующие чипы у нас будут на ARM V9. И там много, много нового в части безопасности. Там и memory-tagging, и авторизация там поинтеров. То есть, к тому, что архитектурно-специфичные вещи сейчас в части безопасности необходимо, ну, мы считаем, что необходимо на уровне центра также поддерживать. И, безусловно, должны появиться там стенды на всех российских аппаратных платформах, то есть, не только там. То есть, и Льву, и Байкал, и модуль с эллисом, безусловно, даже присутствует. То есть, на самом деле, хотелось бы услышать, будет ли в эту сторону решение функционала центра. Говорить идеологически, то да, в рамках данного проекта, ну, он ограничен все-таки определенными, ну, рамками. Потому что, ну, невозможно в одном проекте сделать все. А так, конечно, вы абсолютно правы. Более того, наверное, если брать отечественную аппаратуру, ну, в ARM, я не знаю, насколько это возможно, но в RISC-Live точно будут добавляться там новые инструкции, специально связанные с безопасностью. Я видел таких много проектов. Потом в ARM, трасс-зону, чтобы задействовать, извините меня, а где есть софт, который ее реально может задействовать? Я знаю, как долго и нудно это делал Samsung. И знаешь, сейчас open-source какие-то версии появляются, но полноценной реализации трасс-зоны что-то я в open-source или в отечественной индустрии не видел. У нас есть несколько команд используют, работают на тем, чтобы создать прежнее решение. И поэтому, когда они будут появляться, конечно, мы готовы с этим работать, наши инструменты готовы предоставлять. Но все-таки это, наверное, чуть-чуть, возможно, выходит за рамки текущего центра. Но идеологически этот центр, наверное, все это для того и создано, чтобы запустить вот этот механизм. Вот то, что мы сейчас обсуждаем. Могу бы сильно упростить жизни тем, кто ковыряется в ядре, как их назвали, то есть людям, которые занимаются безопасностью, и также разработчикам дистрибутивам. Спасибо, что пришли, потому что аппаратчики очень важны. Сейчас как раз я хотел сказать, это вот хорошо рука, что я бы хотел услышать точку зрения наших разработчиков дистрибутивов и СЗИ, как мы сказали, но других разработчиков, которые пользуются аппаратурой. Да, я бы хотел добавить задороженный Дмитрий код безопасности. Ну, я сразу вспоминаю покойного Алексея Сергеевича Кузьмина, который говорил, что если процессоры, ну, вам они полностью не принадлежат, да, вы до конца там все не знаете, то вот эта система трасс-зон сделана для того, чтобы ключи по системе не искать. То есть вы же не знаете, куда там что бежит. Вот, поэтому, ну, я считаю, что будущее, наверное, все-таки за тем, чтобы разработчики процессоров также досконально знали то, что они делают, ну, какие вот разработчики ядра операционной системы. Ну, это на самом деле ошибочно, что мы не знаем, что там происходит внутри процессора. У нас управление ядро, наше собственное, IP мы получаем в логическом виде. То есть на самом деле мы прекрасно понимаем, что исполняет процессор. И от этого можно отталкиваться и цепляться, делать любые там уровни доверия. Не-не, я думаю, что в этом точно не стоит сейчас углубляться. Это немножко не та задача этого круглого стола. А вот если есть разработчики дистрибутивов, которые я знаю, там, с тем же МЦСТ, вот Базальт, там другие работали, чтобы это сделать. Это достаточно, ну, серьезный труд, чтобы конкретно дистрибутив работал на аппаратуре. Вот здесь у вас есть какие-то, может быть, опыт, что с этим можно сделать? Может быть, вот то, что мы сейчас запустили, он поможет или не поможет этому вопросу? Так, кто? О, да, Рама, давай. Ну, вот по нашему опыту взаимодействия с отечественной аппаратурой на самом деле все хорошо, кроме Е2К. Вот я лично потратил два года на то, чтобы получить хоть какие-то данные, ну, поскольку у нас есть много запросов, и не только от государственных органов, но и от коммерческих организаций, на предоставление там скоростного дистрибутива Java для конкретной платформы Е2К. Вот мы два года потратили на взаимодействие с МЦСТ, и за эти два года мы могли бы сделать, собственно говоря, ну, правильный, нормальный дистрибутив, который не отличался бы от OpenJDK, и точно так же быстро бы работал, и поддерживался, и были в обновлении безопасности, и в сертификацию мы бы его включили. Но, к сожалению, вот эти два года мы потратили на бумажную волокиту, и ничем это не закончилось. Все остальное, там, Байкал, Элвис, там, Риск-5 даже будет, все отлично. Вопросов нет. Добрый день, Добрый день, уже мои коллеги, Дмитрий Державин, АО и ВК. Реплика из зала такая, я думаю, что не только я ждал от представителей, разработчиков аппаратных платформ, все-таки какого-то слова, есть ли шанс, что вот в этом нашем ядре, о котором мы сегодня говорим, будет поддержка этих конкретных аппаратных платформ. То есть есть ли такая возможность обеспечить на базе ядра, разрабатываемого в центре компетенции, поддержку не только X86, но и отечественного железа, вот того же самого ядра, чтобы одно ядро было у нас и для зарубежных, и для отечественных аппаратных платформ. Я понимаю, практически это сильно сэкономит ресурсы всем, если это произойдет. Но да, ну что-то могут ответить нам? Ну, у нас 5-10 работают сейчас на ЭДВАК, и мы используем. Вопрос не в том, работает ли оно, вопрос в том, открыты ли его исходные коны. Вопрос, наверное, к интрибьюции того, что происходит и поддерживается локальной платформой, именно вот в мейнстрим ветку туда. Ну, потому что сообщества не будет, это все равно будет разваливаться, нельзя будет ничего делать с этим. Я имею в виду, что, ну, тут декларативно, к сожалению, это не работает. Но, все-таки я с МЦСТ тоже знаю, мы общаемся, хорошая суперкоманда, профессионалы. Я думаю, договоримся. Мы сейчас в начале пути еще. Мы же сообщество создаем, а сообщество создается через любовь, а не через насилие. Насильно можно сделать человека несчастливым, счастливым сделать нельзя. А мы все хотим быть богатыми, здоровыми и счастливыми. Открытие или не открытие, это не только от нас зависит. Да я понимаю, поэтому и это немножко в сторону. Да, Саша, давай. Так, как раз вот появление такого центра позволит разработчикам аппаратных средств знать, на что им ориентироваться. То есть, в конечном итоге, драйвера, поддержку аппаратно-зависимых частей осуществляют они. И до этого мы действительно при переходе на какую-то очередную новую платформу получали такой зоопарк различных ядер, которые, в общем, либо уже сняты с поддержки, либо для нас, например, пристрелилась трудность переноса своих доработок на него. Когда будет этот центр, будет достаточно проверено, исследованное ядро, то мотивы его взять в разработку будут гораздо выше. Поэтому тут, по-моему, проблема как раз в том, что раньше не было такой площадки. Спасибо, Асаш, да. Коллеги, возможно, ранее уже в ваших более куларных обсуждениях звучали, и соответствующие вопросы на них были сформулированы соответствующие ответы, но пока что в ходе первичных презентаций и дальнейшего обсуждения я не услышал ничего о средствах разработки, как таковых, доверенных. То есть мы говорим о дистрибутивах, о ядре Linux, об исходниках, об их заимствовании, как это правильно делать. Дальше мы перескакиваем сразу к средствам анализа, там, стат, файзинг и так далее, и так далее. А средства разработки, они тоже в рамках этого центра компетенции будут доверены создаваться, или как? Ну, средства стат, динамики и так далее, это входит в средства разработки. Security Development Lifecycle не сегодня придуман, уже почти 20 лет. Более конкретный вопрос, правильный компилятор доверения отечественной будет появляться? Да, способность компилировать вот это доверенное ядро. Да, в том числе сейчас компилятор с ядром сложнее, конечно, вообще компилятор доверенный, он разрабатывается. ГОСТ для него пишется, да, я правильно помню, Тайф Сергеевич? Поэтому все эти работы тоже запланированы, но не в рамках этого самого центра, то есть сам центр не может заняться разработкой всего же, да? Нет, он направлений в рамках деятельности этого центра, создания доверенной среды разработки. Взаимодействие сообщества, тут с компаниями некоторые идут работы, с Касперским, вот здесь вот Андрей Духвалов сидит, мы там планируем какие-то другие ГОСТы делать, да, вот совместно тоже. С разными компаниями, из разных источников финансирования, вплоть до международных, потому что все открыто. Кстати говоря, вот куларно, слово мне сейчас резонуло, почему? Потому что кулары все открыты. Приходите. Я хочу сказать, что вот сегодня, например, вот все, что мы говорим, и трансляция, да, представьте, насколько все открыто, еще лет пять назад в это трудно было поверить. Есть несколько телеграм-каналов, из них статика, динамика, доверенная разработка, куда не нужно по приглашению, просто может зайти, и вы увидите, что 300 с лишним человек, а это больше 100 компаний, больше, она может быть и 200 уже, но больше 100 компаний точно, плюс мы все, вот, кто занимается, то есть и академическая среда там, и обсуждение не политическое, не про какие-то там методики, давайте, а именно технологическое, чтобы быть на правильном технологическом уровне. Вот если мы на правильном технологическом уровне, под это подвести регуляторику можно, а если у нас нет этого уровня, и что вот мы напишем, что не должно быть ошибок, там, ты должен обнаружить ошибки, а у тебя нет ни радара, нет, то есть визуально в бинокль будем смотреть, но это из той же серии, поэтому, мне кажется, вот мы на правильном пути, вот сегодняшнее обсуждение даже меня радует, например, потому что мы, я не слышу противоречий на самом деле, я слышу, что мы единомышленники. Вот предыдущие мысли по поводу включения поддержки производителя микроэлектроники вот этого референсного ядра, в целом идея, ну, как уже проговорили, действительно, наверное, хорошая, будет проще использовать это ядро действительно в своих продуктах, маленького пазла не хватает кусочка, а помимо поддержки самих платформ, необходима поддержка периферии, которая может использоваться теми, кто строит свои решения на базе этих платформ. Вот, это тоже важно понимать, потому что если просто мы зададимся целью затащить все платформы в это референсное ядро, там не будет поддержки периферии, но и ядро такое тоже нам не очень нужно. Вот, и вторая мысль, не успел вначале сказать, просто вот высказались, по поводу недостатка кадров. Действительно, такая проблема есть и у нас, ну, у всех, кто так или иначе связан с Линуксом. Сам 6 лет преподавал в Московском институте, и сейчас активно, как компания, мы участвуем в деятельности университета Иннополис. Если взять абстрактного студента, то вот основные мотиваторы, которые у него есть, это, понятно, ну, получать хорошие приличные деньги, когда он выходит из-за стены института, это понятно, а вторая, наиболее часто встречаемая мне мотивация, это он хочет видеть хороший продукт, и он хочет видеть применение своих усилий вот в каком-то конечном продукте, который красивый, который классный, который хороший. И просто создание комьюнити ради комьюнити, да, там, и затаскивать всех в ядро ради ядра, ну, так, мне кажется, это работать не будет, тут надо подумать, как нам сделать свои продукты просто, ну, классными, в массе, более применимыми, ну, и просто держать эту мысль в голове. Спасибо. Хорошо. Так как мы сейчас говорили о прозрачности, открытости, демократичности, все-таки давайте вот из зала, если кто-то хочет выступить, тоже дадим возможность, зато уже вот энтузиаст один выступил, а остальные, получается, возможности не имеют. Здравствуйте, Попов Александр. Большое спасибо за возможность высказаться. Я хотел сказать... Можно я его вот так возьму? Да, какая компания? Мне хотелось сказать, что наша индустрия давно поняла, что исправить все уязвимости невозможно. Мы можем смотреть в код очень долго, и чем дольше мы будем смотреть, тем больше уязвимостей мы будем находить, в том числе уязвимости так называемой нулевого дня. И поэтому это не означает, что надо прекращать искать, это означает, что нужно еще идти по другому пути, находить и разрабатывать такие средства операционной системы, которые затрудняют эксплуатацию уязвимости, то есть делают уязвимость уже неинтересной для атакующего с целью атаки. И это второй аспект, который очень важен при разработке операционной системы, потому что мы можем убить целый класс определенной уязвимостей, сделав их уже безобидными, скажем так. И вот это вот исследование, как уязвимости в системе можно обнаружить, какие свойства они имеют, какой код подвержен определенным типам уязвимостей, это исследование дает еще новую идею, а как можно было бы от этих уязвимостей избавиться в принципе. И было бы, конечно, интересно узнать, планируется ли в рамках центра какая-то работа вот по этому направлению, не просто искать и что-то патчить, а именно думать, как мы можем избавиться в принципе от этой проблемы. Я так скажу, снова дело не только в центре, дело в том, что на эту тему много работ ведется, в частности вот безопасный компилятор тоже на это, средства разработки тоже нацелены на это. Более того, во всем мире баунти-программа они просто так работают, Apple, Google, Министерство обороны США имеют огромные дейт-центры, где перемалывают код уже в эксплуатации находящийся, почему? Чтобы найти раньше, чем противник. И баунти-программа, вот этот центр, это все друг с другом связано. И на эту тему, конечно же, есть проект, он вообще независимо от текущего центра, уже второй год, в следующем году, это не секретный тоже проект, он будет завершен, где все те же инструменты, которые сейчас Алексей рассказывал, они уже повернуты в сторону работы в дейт-центре, когда там фазер должен на десятки тысяч ядер параллелиться и работать бесперебойно, промышленно. А после этого уже его нужно применять, это может применить чему угодно, в то, не только клеядру Linux. То есть я к тому, что то, что вы сказали, очень правильная тема, и ее нужно многокритерально, ну, многими, во многих местах заниматься, начиная от средств безопасной разработки, то, что было сказано, инструменты, потом вот этот дейт-центр, где самые современные методы ищут, чтобы найти раньше, чем противник. И при этом, если вы паспорт специальности, который мы писали, откроете, там прямо есть разделы, связанные с тем, что обеспечить на этапе эксплуатации понижение уровня риска, ну, хотя бы вместо захвата системы, отказ в обслуживании, ну, уже лучше, если это критичная система. И под этим есть большая наука, мы как-то всем вместе занимаемся, в том числе и вот вы занимаетесь, но очень хорошо. Поэтому, мне кажется, здесь мы в мировом масштабе сильно не отстаем, идеологически и технологически, просто у нас критической массы, может, не хватает, чтобы по всему фронту идти. Андрей, да, Касперскому не дать слово невозможно, тем более такому партнеру и другу. Добрый день. Не могу коллегу не поддержать, просто не удержался. Действительно, можно сколько угодно там патчить ядро Линукса, и в нем все равно остаются уязвимости. Это все знают про это. И тот метод, тот способ работы с уязвимостей, который сейчас есть, его, несомненно, надо продолжать, но все понимают, что это не панацея. Поэтому, вот почему я, собственно, там не удержался, вскочил и стал разговаривать, что тема очень, она очень близка и нам тоже, и называется она security by design. Secure by design. Очень бы хотел поддержать вот это направление работы в центре, вот в этом, да, то есть чтобы, ну скажем так, не просто анализировать текущее ядро Линукса, а и делать какие-то усилия в том направлении, чтобы это ядро закрывало целые классы уязвимостей с помощью, ну скажем так, архитектурных методов. Вот я слушаю, так радуюсь, потому что я чувствую прямо вне бюджетное финансирование работы. Да-да-да, я вижу, я вижу, что компания готова уже, мы готовы, ребята, у нас есть куча технологий, готовы вместе с вами их доделывать, чтобы они работали на благо нашего общества. От лица лаборатории Касперского я прям заявляю, что мы готовы в эту... Не, ну вы уже, вы уже, как бы, я сейчас про других первую очередь имела, но вы-то уже, да. Арутюн, пользуясь случаем, хочу сказать, что мы сейчас разрабатываем в рамках, ну, рабочей группы, сообщества, индустриального сообщества, и в том числе и с частью компании, которая здесь присутствует, ГОСТы по Secure by Design. Ну мы вроде с вами участвуем тоже чуть-чуть. Вы бы хотели, да, выступить? И потом, вы, и потом все, заканчиваем. У нас вот женщина... Да, да, Екатерина Михайловна это в конце. Ну хорошо, давайте с Екатериной Михайловной начнем. Да, Екатерина Михайловна. Я не услышала никого, а как показать, что это функционально выполняет она те функции, которые в этом ядре сосредоточены. Предположим, сделали ядро, запустили куда-то в программу, а она не функционирует, потому что операционка не выполняет некоторые функции, не включены некоторые функции. То есть нужно еще говорить не о функциональности ядра и его безопасности. Этого, так сказать... Почему я об этом говорю? Потому что я пять лет веду проект РАН, РФФИ, по созданию экспериментального варианта Линекса, варианта Линекса. И на протяжении пяти лет я этим занимаюсь. В том числе и вопросами функциональной безопасности, просто обеспечения безопасности, защиты, надежности и так далее. И поэтому... А как создать еще такое ядро? Какие инструменты нужны для того, чтобы создать ядро с таким... Я хочу сказать, что Екатерина Михайловна, как это правильно так сказать, что один из самых не старых, а самых... Как правильно? Не-не, заслуженных... Она, может быть, среди нас... Она когда начинала программировать, многих из нас вообще не было просто. И создала за свою жизнь кучу-кучу систем, которые работали, летали, ползали и все такое. Тем более, я принимала участие... В частности, она занималась как раз именно безопасностью, требованиями, Слепаевым, известный человек тоже, книжки его, наверное, все читали, смотрели. Так что спасибо большое, что смогли прийти и поделиться с нами. Это понимание всех участвующих на достижении нужной функциональности операционной системы. Это один момент. И второй. Вы собираетесь перейти на эту операционную... Это в России, или будут продолжать действовать другие операционные системы? Это Виталий Сергеевич сказал, что все цветы будут цвести. А? Все цветы будут цвести. Если есть другие, значит, другими будут пользоваться. Я правильно услышал, да, Виталий Сергеевич? Так что тут вообще не стоит вопрос. Не стоит. Просто вокруг этого можно собрать сообщество, вокруг это наиболее используемое, наиболее часто используемое. Но есть некоторые причины, почему Linux. Это все те же методики, которые применяются сейчас к Linux, легко могут быть применены и к другим проприетарным. Более того, у нас есть здесь компания, которые мы вместе работаем. Криптософт называется, да? Криптософт. Да, которые ребята делают. То есть мы с ними и нашими технологиями делимся, работаем. Так что наоборот это усиливает, а не ослабляет остальные позиции. Валерий Крыжов, журнал «Коннект». У меня, собственно, небольшой вопрос. Было сказано, что «Апстрим фест», соответственно, первое, что должно, это «Апстрим». И было сказано, что всего, я так понимаю, «Апстрим» разработчиков, это 1600 человек. То есть ядром занимается 1600 человек. Есть ли оценки, какое количество из этих 1600 российских и кто из российских компаний, ну, как бы, какое количество разработчиков российских могут участвовать вот в этом, соответственно, формировании мейнлайна и, соответственно, влиять на Апстрим? Да, я немножко покомментирую, что 1600 – это в каждый релиз разных участников, при этом, соответственно, в каждый релиз это разные люди. Поэтому, если брать за год, то там накапливается, на самом деле, большее количество. Соответственно, российских участников там не так много наблюдается, но, безусловно, более десятка есть. Когда мы это делали, например, по компиляторам, в 2002 году у нас ноль было в стране, а уже в 2007 году, там это время всегда, у нас было достаточно большое количество просто, которые в GCA5 официальных ревьюров кода, которые сейчас в институте работают, продолжают. То есть этот проект и должен запустить эти механизмы, чтобы нас стало больше, мы могли бы влиять даже где-то, если нужно, но и самое главное, все-таки я согласен, вот кто-то из выступающих сказал, что это у нас не является самоцелью, что мы обязательно должны туда отдать, если нас не примут, то мы обиделись. У нас цель иметь свою ветку, которая синхронизируется с мировым лучшим опытом, вбирает в себя его, но при этом обеспечивает более высокий уровень безопасности. Я так это воспринимаю. Сообщество позволит очень быстрыми темпами, в том числе вовлекая университеты, создавая эти курсы широко по стране, а не только в ведущих вузах Москвы, создать вот ту базу, из которой кадровый голод хоть как-то будет восполняться, потому что, наверное, все здесь сидящие не дадут соврать, что кадровый голод уже становится нездоровым. Я чувствую, по институту, наверное, каждый, вот я со всеми же общаюсь, все говорят одно и то же, людей не хватает, и они по кругу из одной компании в другую уже начинают ходить, что, наверное, не очень хорошо, поэтому нам нужно базу поднять. Это очень важно. Хорошо, я думаю, давайте, да, еще один... Можно еще один вопрос, коллеги? Я прошу прощения, у нас онлайн-аудитория тоже хочет задать вопросы, я думаю, что вот эти два вопроса уже будут, наверное, последние, потому что мы в тайминге укладываемся. Давайте мы вот сейчас выслушаем, а потом онлайн-аудитория. Хорошо. Рутин, сейчас же, да, хотел поддержать Александра Попова, мне кажется, что не совсем все его поняли, дело в том, что Александр Попов, он как раз занимается своими механизмами защиты ядра, и он пытался сказать именно о том, что некоторые его механизмы безопасности, я так понимаю, не на мировом уровне не проходят, их в мейнстрим не берут, и он именно про это и говорил. Тандартные механизмы разработки, но и свои механизмы безопасности, защиты там памяти ядра и так далее, вот про это Саша говорил, и хотел именно эти механизмы внедрять, и само собой их могут не принимать в мейнстрим сразу. И вы уже подтвердили, именно об этом я и хотел предложить, что это должен быть именно отдельная ветка, отдельный репозиторий, или как хотите, в котором как раз должны быть наши российские наработки, наши исправления уязвимостей, а мейнстрим тоже должен на него ориентироваться. Тогда мы будем там заметно. Вот спасибо. Так оно и есть, просто уже сейчас физически так сделано, а Александра мы обидеть не могли, потому что знаем друг друга все-таки уже, и вместе функционируем. Так, давайте из онлайн. Павел Хромцов, КПБ Саратов, инженер-программист. Будут ли выкладываться практики сертификации для доработки и тесты для проверки? На этот вопрос я не знаю, как ответить. Это вопрос организационной составляющей работы. Безусловно, эти результаты будут, будут ли они в открытом доступе или с какими-то ограничениями, но должно решаться в ходе определения регламетра в центре. Да, может, в рамках заключенного слова Виталия Сергеевича что-то скажет, а потом? Давайте еще последний вопрос. Да, остался его там. Все? Вопросы закончились? Так, вопросы закончились. У меня потом тоже, если буквально есть два предложения, но давайте сейчас вот заключенное слово Виталию Сергеевичу, который... Да, коллеги, спасибо большое за обсуждение, за участие. Но я немножко хотел бы все-таки вас и к началу, и к идее как бы вернуть. Вот, знаете, как первый тезис, который бы я хотел сказать о том, что широко шагая, можно порвать штаны. Поэтому, когда мы начинаем, значит, нагружать эту идею, пусть даже и правильными вещами, безусловно, тут вообще не было ничего сказано неправильно. Вот, здесь все было сказано правильно, и все проблемы правильно поднимались и по поддержке там кода аппаратных средств, и про периферию, и про стандарты по Secure by Design, и все правильно. Но давайте мы как бы начнем как бы поэтапно двигаться, потому что если мы сейчас на себя возьмем как бы обязательства с точки зрения того, мы сейчас все проблемы порешаем, мы их не порешаем. Я в этом практически на 100% уверен. И мы, знаете, так, за три года, пока идет эта работа, финансируется, по крайней мере, государством, мы, знаете, отставание, которое мы сегодня имеем, мы вот так не перескочим, так чудес не бывает. Вот, поэтому задачу нужно решать как бы по частям. И первую часть, которую я себе вижу, вот, результатом вот этой работы, это являются именно вопросы безопасности, артефакты исследования безопасности, методики, инструменты и так далее. Вот на первом этапе, значит, говорить о том, что мы сейчас сразу возьмем и нагрузим на себя, значит, ядро какое-то свое, да, как цель, ну, ее можно иметь в виду, ставить стратегически, но сказать о том, что мы вот сможем сейчас там оторваться от Linux Foundation, там, от Kernel и поддерживать как бы что-то свое, но практика жизни и компаний, в том числе и крупных, показывает как раз движение в обратном направлении, собственно говоря. Поэтому этот момент, его надо, я не говорю, что этим не надо заниматься, но это все надо учитывать. Теперь, что касается, поэтому на первом этапе, то есть наша задача, это все-таки повышение уровня безопасности, которое выражается в первую очередь в предоставлении сообществу, разработчикам средств, там, аппаратных, программных, дистрибутивов, это методик, инструментов, результатов тестирования, результатов исследования и так далее, для того, чтобы компании минимизировали свои, как бы, ресурсы людские, там, финансовые и так далее, на то, что уже сделано, если это применимо к их, как бы, части продукта. Не применимо это, условно говоря, разработчикам, там, маршрутизатора, да. Ну, чего, на следующем этапе будем включать те конфигурации, те, как бы, значит, элементы, которые к ним применимы. Вот, поэтому я к тому хочу сказать, что давайте все-таки не ожидать вот таких вот глобальных вот вещей. Вот мы тут взяли и решили все проблемы, которые у нас с этим вопросом есть, не решим. Мы решаем первоначальную проблему, это повышение исследования, повышение безопасности за счет повышения компетенции, я уже сказал, качество продуктов, на работу, методик тестирования и так далее, повторяться уже не буду. Это первое. Второе. Значит, я тут услышал несколько, ну, таких тезисов о том, что, значит, ну, нам бы это, как бы, интересно, но вроде бы, как бы и не очень. Ну, я к чему, у нас же дело все добровольное абсолютно, пока, как всегда. Я в хорошем смысле этого слова. Поэтому, как бы, мы, собственно, никого в этот процесс насильно, там, или, там, вот, не затягиваем, а просим, ну, как бы, поучаствовать своим вкладом интеллектуальным. Я не говорю сейчас, вот, особенно про первый этап, когда это все создается, о том, что давайте, там, деньги какие-то, финансирование, да нет. Речь идет, в первую очередь, о мнениях, позициях, интеллектуальных каких-то вещах, наработках, опыте своем. Но главное, вот эта кооперация, сейчас я об этом скажу, как мы это организуем, надо четко понимать, как бы, ну, скажем так, преференции, которые получают разработчики, там, дистрибутивов или программ. Если мы не найдем преференции, которые, значит, для разработчиков, а будут преференции только, ну, условно говоря, для Австек, но это не та задача, которая, мне кажется, мы в рамках сертификации добьемся решения почти всех тех, ну, с более, может быть, плюс-минус, там, качеством, там, будет это больнее, больше, дороже, длиннее, но мы решим, так или иначе, этот результат и другими способами. И когда, вот, если кто, там, видит, ну, не видит своего, там, участия, допустим, ему неинтересно, ну, тогда, значит, и мы никого сюда насильно не затаскиваем и, значит, ни к чему не побуждаем. Я единственное хочу, как бы, когда я говорил про усложнение, там, не ужесточение, а усложнение методов исследования и тестирования, надо понимать, что, ну, допустим, вот, вот, межсетевой экран или, там, маршрутизатор, он же использует в своем составе операционную систему, да, и мы на сегодняшний момент, проводя сертификацию, ну, как-то так плавно, я так чувствую пока, обходим вот вопросы именно безопасности ядра, на базе которых это программное обеспечение, осуществляющих, там, фильтрацию, маршрутизацию, функционирует. И когда мы говорим про, там, сертификацию, мы говорим, ну, вот, вы, там, окружение исследовали, и мы, ну, это же все временно, потому что понимаете, что мы глубже пойдем и дальше со временем. Поэтому к этому надо тоже быть готовым и иметь это в виду. То же самое разработчики, там, прикладных решений, и в том числе, там, значит, облачных технологий и так далее, они тоже функционируют на базе операционных систем, как бы мы тут не хотели от этого отвязаться, и они тоже завязаны, как ни странно, значит, на эту, как бы, сущность, да, и поэтому, когда мы говорим о том, что, ну, мы тут, как бы, у нас там эшелоны, все мы знаем эти эшелоны, которые между, как бы, пользователем и операционной системой находятся, все мы, как бы, имеем представление, поэтому здесь тоже надо к таким вещам более стратегически подходить, смотреть немножко вперед, не ограничиваться, вот я делаю, там, только, значит, облачное, там, решение, и мне все равно, что у меня, там, в инфраструктуре, и как это все у меня работает, но пока все равно, завтра будет не все равно, это же процесс, я говорю, эволюционный. Теперь несколько моментов, которые, ну, так, хотел бы еще добавить. Первое, ну, я считаю, что, Артем Иванович, я бы предложил бы, учитывая, что, значит, нашу работу обидно назвали колхозом, вот, я бы предложил бы ее действительно сделать колхозом в хорошем смысле этого слова, то есть, оно же коллективное хозяйство, оно же, это же не отрицательное слово, да, это просто оно применено было в обидном контексте, вот, поэтому давайте мы, значит, на базе института, я думаю, вы против не будете, давайте мы соберем, как бы создадим экспертную группу, прям формально, на основе, я могу, как бы, подписать эти письма в необходимое количество компаний, для того, чтобы это было, ну, скажем так, видно руководителям соответствующим о том, что это наша инициатива, давайте мы соберем экспертную группу, экспертную группу, значит, из, ну, почти, я так думаю, что, как минимум, должны войти все, кто здесь сегодня в круглом столе участвует, ну, и плюс кто-то, это не должен быть, как бы, такой массовка, она не нужна, то есть кто считает, что ему нечего привнести, нечего дать, там не надо, нечего делать в этой, как бы, группе, вот, подключиться всегда на последующих этапах, поэтому я предлагаю эту экспертную группу создать параллельно с той работой, которая есть, у нас все процессы сейчас уже в ходе этого года, у нас все процессы, о которых мы сегодня говорили, они прописаны, там, синхронизация с Linux Foundation, взаимодействие с разработчиками, они так или иначе есть, их теперь нужно, значит, ну, первое, во-первых, обсудить, конечно, насколько они имеют рабочую форму, пока, а не теоретическую, это раз, и второе, как бы, начать, наверное, правильно, параллельно формировать некий такой регламент работы, то есть, вот, сообщество вокруг вот этой идеи, потому что, ну, такие вопросы рано или поздно, как это, если хочешь, есть два вот вещи, там, первое, если хочешь загубить задачу, начни с терминов, а второе, это, вот, практика жизни показывает, если хочешь загубить, как бы, техническую задачу, начни с организационных вопросов, вот, это уже, как бы, то есть, если мы сейчас начнем, там, значит, обсуждать, обсуждать, не дадим возможность именно техническим специалистам найти общий язык и взаимодействие, форму взаимодействия, то, поверьте мне, организационно, там, руководители никогда это не найдут, и практика показывает, дайте возможность, как бы, техническим специалистам решать определенные задачи сообща, создайте им условия, а они, как бы, выстроятся самостоятельно, такие примеры положительные уже у нас имеются, поэтому давайте мы, вот, вот, эту экспертную группу, тем не менее, из экспертов, соответствующих, не из руководителей, а из экспертов, как бы, создадим и поставим себе, вот, несколько ключевых вопросов, которые она должна решить, эта экспертная группа. Первое, значит, вопрос, я, который услышал сегодня, это вопрос, связанный с, там, регламентом и с организационными, проработкой организационных вещей, как это должно функционировать, и взаимодействие. Второе, это то, что я услышал, и с этим связанное, это инфраструктурные вещи, я имею в виду, для взаимодействия, то есть, что это, чаты, там, значит, гитлабы, как это все хранится, доступ, там, ну, вы лучше меня это все знаете, там, модераторы, там, ну, много модных слов, значит, в этой части, поэтому вот этот вопрос обсудить, безусловно, и дальше, следующий, может быть, еще что-то, конечно, я не ограничиваюсь, но вот потому, что сегодня говорилось, это все-таки рамки работы, особенно первоначальной, вот этой трехгодичной, пока она идет, их нужно очертить, что я имею в виду под рамками, то есть, вот, очевидно сегодня, то, что я сказал, у нас целеполагание, это безопасность, дальше мы берем, здесь коллеги, вот, с аппаратных, аппаратного обеспечения присутствуют, так, надо посмотреть просто, какую часть, вот, их, скажем так, их результатов нужно погрузить, вот, работу с точки зрения безопасности, вот, я услышал, как бы, вещи совершенно очевидные, вот, по-моему, коллега, вот, вы, по-моему, говорили о том, что, или, или, вот, рядом о том, что надо проводить, в том числе, исследования, там, значит, там, драйверов, там, с точки зрения, те, которые обеспечивают связь, значит, операционной системы с аппаратной, да, вот это нужно, как бы, вовлечь, вот, в эти процессы, то есть, то же самое с периферией, нужно понимать, как бы, но, еще раз, нужно четко очертить себе, вот, как бы, этапность и целеполагание на этих этапах, я считаю, что на начальном этапе нужно, как бы, решить задачу сугубо прикладную, ту, которую я уже говорил, значит, не буду повторяться, вот, вот, поэтому, вот, давайте мы такой, вот, организационную, как бы, вещь, ну, не вещь, а организационный, как бы, такой, значит, экспертов создадим, их оформим и будем двигаться параллельно с теми задачами, которые у нас, там, в ТЗ стоят и так далее, будем, потому что мы к этому подойдем, толку, я тоже понимаю всех, правильно, толку создавать, там, какие-то инфраструктуры и так далее, если потом это упрется о том, что, а какой у вас статус, вот, кто-то здесь, вот, высказался, там, а какой, там, статус, да, слушайте, как только мы начали про статус говорить, это означает, как бы, что, значит, надо эту работу заземлить, там, или как-то ее, там, в сторону увести, ну, и кому интересен статус, кому интересен статус, тот может туда не входить, вот это, а жить, как бы, себе, как бы, поживать самостоятельно и так далее, статус, статус всегда придумается, когда есть вокруг чего его формировать, а когда его нет, вокруг чего его формировать, то и статуса, собственно говоря, никакого не будет. Вот, теперь по поводу студентов, всецело поддерживаю, вот, несколько выступающих говорили, надо нам в рамках, может быть, и вот этой вот экспертной группы, может быть, нам самостоятельно надо продумать, на кого мы с точки зрения, ну, на первоначальном этапе, вот, на первоначальный этап, я считаю, это три года, вот, ну, два года, уже два с половиной года осталось, я считаю, что на начальном этапе, то есть на кого мы будем базироваться, с точки зрения, на ком мы будем базироваться, на каких вузах, там, кафедрах и так далее, с кем мы должны, на ком мы должны базироваться, с кого мы должны начать, это не означает, что там мы кого-то будем ограничивать, и здесь я бы продумал, и, может быть, встретиться там с соответствующими руководителями, и как-то проговорить, как их вовлечь, как бы, вот, в нашу деятельность, как это должно быть, там, организовано, может быть, оформлено, не оформлено, не знаю, вот. Значит, что касается, вот, коллега говорил, там, системные библиотеки, там, интерпретаторы и так далее, я еще раз говорю, сейчас мы сюда это не погружаем, ну, сейчас, но такую заявку на проведение таких работ, схожих по системным библиотекам, там, интерпретаторам, и, может быть, мы там, в рамках этой работы надо подумать, может быть, и по, значит, драйверам и к каким-то вещам, с аппаратными вещами, как бы, связанным, может быть, туда вот ее и погрузить, вот, в эту задачу, я имею в виду с точки зрения исследований безопасности. Вот, по поводу, ну, самого главного опасения и так далее, вот, я бы хотел бы все-таки, что не было такой иллюзии, что мы создаем какой-то дистрибутив, вот, правильно это было подмечено, дистрибутив, там, операционной системы, свой и так далее, по этому пути, мне кажется, уже ходили. И мне кажется, что те, кто по этому пути ходили, они либо до сих пор идут, это в лучшем случае, а в худшем, в других местах, как бы, находятся. Поэтому я бы вот эту задачу бы, ну, перед собой бы не ставил создание, там, значит, дистрибутива какого-то отдельного. Если мы в ходе нашей деятельности, там, исследований, что-то будет у нас получаться вдруг, ну, тогда это другой вопрос. Но сейчас, я еще раз говорю, мы такую задачу, я думаю, себе не должны ставить, да и, собственно говоря, в ТЭК России и теми вещами, которыми мы занимаемся, это вообще вопросы безопасности, да, информационной, в первую очередь. У нас есть Министерство цифрового развития, они вам создадут все, что надо, все дистрибутивы и все, что с этим связано. Вот, поэтому я в целом, что касается, что касается, значит, а, ну и здесь вот было тоже сказано по поводу у всех, там, несколько было таких тезисов, у всех свои интересы. С таким подходом мы, конечно, задачу не решим. Значит, из всех своих интересов мы должны найти те интересы, которые у нас общие. Вот, а те, кто, ну, как я уже говорил, не видят, значит, общего интереса, ну, мы же никого не ограничиваем. И еще раз повторяю этот тезис о том, что этой работой мы занялись не потому, что мы хотим, как бы, убрать или исключить, значит, какие-то другие операционные системы, наработки и так далее, ни в коем случае. Значит, так как все-таки основа ядро Linux является основой большого количества, ну, так жизнь сложилась, это же не мы ее формировали, правильно? Большого количества дистрибутивов, продуктов, систем и так далее. И это сложная, как бы, сама по себе система и сложная сущность. И я считаю, было бы правильно для обеспечения безопасности вот этой сложной сущности сосредоточить наши совместные усилия и не делать 150 раз, ну, не 150 раз, а вот тут было там 15-20 компаний, условно говоря, не проводить фазинг или статический анализ одного и того же, одного и того же, значит, 15 раз, тратя на это деньги, средства, отвлекая это от развития своих продуктов по функциональности. А я все-таки ожидаю, что если мы минимизируем, как бы, ну, не минимизируем, снизим нагрузку в этой части, то это отдастся положительным эффектам в функциональности, в, значит, согласованности, взаимосвязанной работе и так далее. Поэтому, коллеги, давайте мы, кто имеет желание и возможности, мы приглашаем всех к участию, организационно мы это обустроим, вот, и будем думать, как нам эти вопросы все, значит, выстроить в этой части. А уже дальше, стратегически, я еще раз говорю, будем подключать туда, будет, значит, возможность и будем говорить уже там и о, там, как такую же задачу или не такую же там к аппаратным, как сосредоточить это, как это там к периферии, как бы туда вовлечь, это тоже, безусловно, важно, но сегодня, ну, я еще раз говорю, надо эту задачу по частям, как бы, решать. Поэтому, с своей стороны, спасибо, коллеги, спасибо. Это треугольник и гармония без участия Витальевича Фаса, он был бы неполноценный и невозможный. Бизнеса много, науки не так пока много. Обычно наоборот. Да. Все рассказывают. Поэтому, я думаю, это очень хорошее предложение насчет экспертного вот такого совета, или я не знаю, как его назвать, неформально, вообще, какое-то взаимодействие уже идет с компаниями, ну, то есть, это не запротоколировано, как бы, но все-таки, наверное, здесь я попрошу всех, вот, по крайней мере, здесь присутствующих, все-таки, выделите какого-то одного человека, с кем можно оперативно, быстро решать любые вопросы, которые руководство может доложить, при этом сам разбирается за задачи, которые, вот, и, а письма, когда придут, вот этот человек заформализуется тогда, да? Да, я в ближайшее время, там, мы подготовим, мы подготовим обращение на руководителей компаний, которые здесь сегодня присутствуют, я подпишу, значит, и попрошу, скажу о том, что вот для проработки вот этих вопросов просим выделить специалиста, у полномоченного, который сможет, но я только хочу коллег, как бы, сориентировать, я вот знаю, как у нас в рабочей группе и в экспертной группе делегируются, как бы, значит, отдельные, учитывая, что это вопрос, учитывая, что это вопрос такой, как бы, разработчиков, да, чтобы этот человек был все-таки компетентен именно в разработке, А то у нас, как правило, там, увидели в стек, и там безопасника, значит, направили, он говорит, да мне надо, там, для того, чтобы понять, там, еще 150 совещаний провести, поэтому я все-таки прошу, если кто сможет, передать руководителям, что желательно это люди, которые связаны с разработкой продуктов и с их, как бы, применением. Все, спасибо. Спасибо всем.